Прогрессивное откровение Прогрессивное откровение Прогрессивное откровение И нам нужно понимать, на каком этапе мы находимся Вот допустим еще один пример Матфея 10, 5, 7 Мы читаем Сик 12 послал Иисус и заповедал им Говоря То есть на каком этапе мы находимся Это Новый Завет Это уже Иисус Христос И мы что читаем? Кому Он обращается с этими словами? К Своим ученикам И говорит На путь к язычникам Не ходите Вот давайте, смотрите, если мы вырвем Из контекста эти слова И скажем, это же Христос говорил На путь к язычникам не ходите Минуточку Кому Он говорил, в каком контексте И по какой причине И в город Самарянский не входите А идите на Ипачи В первую очередь, другими словами К погибшим овцам дома Израилева Как мы читаем? Евангелие от Иоанна 1, 12 Пришел к своим 1, 12, кажется, да? И свои его что? Не приняли Свои это евреи Он произошел по плоти от еврейского народа Это было обещание, дано еще В бытие Аврааму в 12 главе мы читаем об этом В 11 главе читаем 12 точнее Вот И что он говорит? Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное Приблизилось Очень интересные слова В другом тексте Сейчас не помню стих Точно где-то записано Ну в Евангелиях Мы читаем такие слова Христос беседует с фарисеями и говорит Царство Божье Внутри вас есть Это не совсем точно переведено здесь Или по контексту в принципе можно понять О чем идет речь Христос представитель Царства Небесного Он сам это Царство Небесное И он говорит слова Внутри вас есть Буквально нужно перевести Царство Божье Или Царство Небесное Среди вас теперь уже есть И я этот представитель И вы меня видите И не принимаете Как мы вчера читали Слов Почему мы, мои грехи Христос, не можете слышать То есть частично Иисус сказал Так по той причине Что не ходите в самарянский город Или к язычникам не ходите Чтобы исполнилось пророчество То есть что Иисус Христос Был послан в первую очередь Кому? К погибшим овцам дома Израилева Это исполнилось пророчество Дальше что мы читаем В конце уже Евангелия от Матфея 28 глава 19-20 стихи И мы читаем Итак, идите, научите Слово научите Мы уже говорили Что означает? Сделайте все народы Моими учениками И вот научите все народы А что мы здесь видим? Совершенно другая идея уже То есть мы руководствуемся заповедями Которые даны позже И если в Новом Завете Мы встречаем заповеди Которые ранее были сказаны В Ветхом Завете А теперь повторены В Новом Завете То что? Нужно их исполнять Если же мы находим слова Что Христос, например, говорит Я пришел отменить первое И нужно выяснить, что это первое И постановить второе Как, например, некоторые евреи Еще даже заставляли Язычников обрезываться Помните, 15 глава Деяния апостолов Деяния апостолов Это был первый собор иерусалимский Где были конфликты Между евреями и язычниками Язычниками по разным причинам И верующие собрались Апостолы, чтобы выяснить эти конфликты И Петр встал и говорит Что вы, говорит, возлагаете бремена Которые не могли ни мы понести Ни отцы наши Это ответ тем людям Которые говорят Надо идти в Ветхий Завет И соблюдать то, что было там написано Потому что там написано На веки вечные Нужно выяснить, что это значит Кому это было сказано И по какой причине Итак, мы видим в этом тексте Что Христос теперь говорит уже Все народы Все народы Заметьте, друзья мои Это вообще относится к курсу мессиологии Но коротко по поводу этого текста Когда мы читаем Ветхий Завет То мы находим, что Есть такое понятие, как Центростремительная миссия То есть Израильский народ Израиль Вот это Израиль Вокруг него язычники Язычники Что должны Какую цель имел перед собой Какую цель ставил перед Израильским народом Господь Это значило, что Каждый из народов Увидев, славу Божию Сотни текстов на эту тему Это не наш курс Мессиология Они должны были прийти В Израильский народ И стать частью Израильского народа Чтобы быть спасенными Так было в Ветхом Завете Так было Да, пришельцы, например Они должны были прийти В Израильский народ И стать частью Тогда они могли быть спасенными Если нет Значит они теряли Эту возможность быть спасенными А что мы находим Уже в Новом Завете Кстати, многие церкви Сегодня живут Вот этой идеей Ветхого Завета Они говорят Пусть приходят к нам В дом молитвы Мы дадим им адрес Нет, 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 нет Теперь что мы читаем Деяния апостолов 1.8 Теперь вот что мы читаем Вот церковь Дальше, дальше и дальше Центробежная миссия От центра От церкви Дальше Если раньше Все должны были сюда прийти То теперь отсюда Мы идем туда Во все народы Сделайте все народы Моими учениками Римлянам 10 глава Говорит что? Как Можно быть спасенным Если Нет проповедующего Как можно проповедовать Если не будут Посланы Поэтому каждая церковь Ориентирована Должна быть На Ми Си Ю Церковь Которая не выполняет Миссионерское получение Данное Христом Не имеет права На свое существование Вообще Это учение Библии Вообще Не имеет права На свое существование Она не выполняет Свои миссии Наша цель Послать Но что послать Их надо приготовить Они должны знать Хорошо герменептику Они должны быть Хорошими душепопечителями Потому что Они столкнутся с проблемами Они должны знать Хорошо миссиологию И все что только Возможно знать Приготовить Второе Тимофею 2.2 Что слышал от меня При многих свидетелях То передай верным людям Вопрос характера Которые были бы способны И других научить Церковь которая Замыкается сама на себе Да и может быть Очень хорошо Это время Друзья мои Эпикурейства Что такое эпикур? Был такой греческий философ По имени Эпикур И он пропагандировал Следующую идею Что жизнь человека Для того Человек живет на земле Чтобы наслаждаться Бери от жизни Все что можешь Есть такая фраза И многие христиане Тоже На этот путь становятся Все это Неправильное представление И миссии Евангелизма Всех остальных Других вопросов Все это неправильное Толкование Писания Церковь Господь создал Для того Чтобы мы шли И приносили плод Да и аминь Мы шли Не к нам пришли А мы пошли к ним Как Христов Поедите по дорогам И изгородьям И что сделаете Убедите Но тех Кого мы посылаем Как Павел говорит В послании Коринфянам Об одном из служителей Кажется Тит Там имелся ввиду Они слава Христова Ваши посланники Слава Христа Поэтому каждая церковь Должна быть ориентирована На миссию Не для себя жить Не для себя Не для своего комфорта Иначе это катастрофа Мы юридически Можем существовать Но с точки зрения Господа Мы можем не выполнять Эту функцию Тогда это катастрофа Мы поражены уже здесь Не то что где-то еще И вот поэтому Мы находим Вот эти две идеи Это в Ветхом Завете А это уже В Новом Завете Деяния апостолов Что мы читаем В 1.8 Никуда и не идите До тех пор Это было сказано апостолам Пока что Не обличетесь силой свыше И дальше что мы читаем И будете мне свидетелями Где? В Иерусалиме Заметьте там не написано Сначала в Иерусалиме Потом в Иудее Потом в Самаре И потом до края земли Так там не написано Там написано В Иерусалиме В Иудее В Самаре И даже Вот если например Наш край земли Вот здесь Аляска Или это Якутия Или это Монголия Не важно что это Значит туда нужно тоже послать Ну конечно мы не можем везде Да Кажется Их должна работать на это Но где-то у нас Должны быть эти посланники Но эти посланники Должны сначала Зарекомендовать себя Где? Образно выражаясь В Иерусалиме Потом их мы посылаем дальше И если мы не будем посылать Мы не имеем права На свое существование Мы не выполняем Это как предмет Который лежит у меня Мертвым грузом дома Есть церковь Ну и что? К сожалению Великое множество церквей Живут в этом состоянии Ветхого Завета Пусть к нам приходят И опять же таки тоже Пусть приходят для чего? Ну чтобы наш статус повысился Что у нас там есть люди там Ну и так далее Мы не выполняем Этой своей функции Цель Цель, друзья мои Чтобы Пойти дальше Дальше и дальше Но чтобы послать этих людей Их нужно научить Наставить И так далее Итак, хорошо Приспособленность в откровении То есть Господь Приспосабливал откровение к людям Не по содержанию Но по форме То есть передавал Ясными человеческими идеями Ясные человеческие идеи Хорошо Мы закончили, друзья мои Эту тему Есть ли у вас вопросы По данной теме Прогрессивного откровения? Нет вопросов? Хорошо Давайте мы еще Позанимаемся немножко Литературным контекстом Как вы заметили Это очень важно для нас Чтобы в практике У нас это было Я хочу, чтобы на протяжении Примерно Ну Это мало Конечно 10 минут Ну максимум 15 минут Чтобы в ваших группах Вы сейчас поразмышляли У нас будет два задания Первое задание Это которое Здесь на доске Вы должны выяснить О чем идет речь Вот в этом стихе Тут я немножко Уже порисовал Пожалуйста В ваших группах Поразмышляйте О чем идет речь И истолкуйте этот текст 1 Иоанна 2.20 И 27 стихи 2.20 и 27 Впрочем Вы имеете Помазание от святого И знаете все 27 стих Я не весь стих Процитировал Вы не имеете нужды Чтобы кто учил вас Поразмышляйте об этом стихе Или двух стихах И Уже имеете вы Литературный контекст Принципы различные изучили О чем идет речь В этом тексте Что хотел апостол Иоанн Сказать верующим Что скрывается за фразой Вы имеете помазание И второе И знаете все И что означает фраза Вы не имеете нужды Чтобы кто учил вас Ваша задача Найти значение этого слова Или этой фразы И аргументировать Библейски Свою позицию 15 минут максимум Друзья Пожалуйста Помните принцип сравнения Ну друзья Движения Не вижу Вам не нужно переписывать Этот стих Он есть у вас в Библии Просто откройте Библию Пожалуйста Соберитесь в группы И Поразмышляйте 3-4 человека Соберитесь в группы И поразмышляйте Используйте принцип Контекста Культурно-исторического фона Сравнение Пожалуйста Максимум 15 минут Хорошо Братья и сестры Давайте мы Поразмышляем Вместе Я буду говорить Вы будете говорить Правильно или нет Да Тоже вариант Да Тоже вариант Итак Что означает Этот текст Впрочем Вы имеете Помазание И знаете все 27 стих Не имеете нужды Чтобы кто учил вас Есть ли здесь Какие-то незнакомые Непонятные слова Если да То какие Прежде всего Помазание Что это значит Помазание Хорошо Скажем Помазание Помазание О чем идет речь А? Покромче Пожалуйста Отделение освящения Еще Звони истинно Наверное Это действие Для нас Для нас Ну вот Слово Наверное Или кажется Оно не должно Присутствовать В том Когда мы Когда мы Толкуем Писание Здесь это Не методом Робка Ага Ясно Конечно Наша задача Понять Понять Что значит Это слово А как Его можно Понять Где микрофон Наш Это предположение Когда помазывали Священника Или служителя В храме Вот это вот Помазание Духом Святым Как отделение Что это Особенный Человек Как можно Понять Значение Слова Пожалуйста Микрофон Сзади Значит Я думаю Помазание Это значит В Библии Написано Что никто Не может Назвать Иисуса Христа Сыном Божьим Как только Посредством Духа Святого И вот это Помазание Нам дано Откровение От Бога Что мы Иисуса Христа Принимаем Как Сына Божьего И там Вот если Читать Всю главу Там больше Говорится Что уже Учителя Придут Чтобы вы Правильно Понимали Писание Чтобы вы Это Приняли И не надо Нас Учить Этому Мы уже Приняли Как через Помазание В Иоанна 14.26 Говорится о том Что Иисус говорит Что Он пошлет Духа Святого И он Тот Дух Святого Которого он пошлет Он научит Нас всему И Здесь В 1 Иоанна Дух Святой Он уже Послан нам Он уже В нас Пребывает Я думаю Что Я думаю Я уверена Что Дух Святой Живет во мне И вот Я помазана Духом Святым И так как Я имею Вот это Помазание Духом Святым То Он мне Дает Познание О себе Но в данном Случае Здесь говорится Не о познании В общем Здесь написано Вот Вы имеете Помазание От Святого И знаете Все Это не значит Что мы уже Знаем Все Если Из контекста Исходить То Здесь написано Я написал Вам Об Обольщающих Вас То есть Конкретно Вот эту Истину Вот это Знание Мы должны Знать Что Как отличить Антихриста От Истинного Дитя Божия Тот Который Принимает Христа Как Сына Божия Тот Наш А те Которые Вышли От нас Они не Были Наши Почему Они не Были Потому Что Они Не Принимали Не Считали Христа Сыном Божьим И вот Обольщение Мы должны Мы должны Знать Вот эту Истину Как Отличить Вот Это Мы Точно Знаем Потому Что Дух Святой Нам Это Открывает Спасибо Сергей Если Мы Посмотрим Ветхий Завет То Помазание Или Совершали Помазание Над Определенными Людьми Это Над Царями Священниками Ну Может Еще На Какие-то Другие Виды Служения Людей Помазывали И При Этом Человек Обладал Статусом Обладал Правами Ну И Ответственностью Потому Когда Иоанн Он Обращается Уже К христианам Он Обращается К верующим Он Обращается К тем Людям Которые Находятся В церкви И он Им Говорит О том Что Вы Уже Имеете Вот Это Помазание То Вы Являетесь Теми Кто Имеет И Ответственность Те Которые Имеют И Права Те Которые И И Полномочия Так Как Апостол Петр Говорит Что Вы Царственное Священство Народ Святой Люди Взятые В удел Для чего Чтобы Возвещать Потому И 27 Стих Говорит Что Что Вы Обладаете Этим Вы Вы Имеете Право Учить Наставлять Ну и другие Тексты Вот это Подтверждают Что Они Имеют Полное Право Провозглашать Истину Священного Писания Спасибо Большое Еще Братья Сестры Учение Иисуса Христа Истесняет Учение Иисуса Христа И потом Говорит Что Если Вы Пребудете Помазание Это Учение Иисуса Христа И Когда Вы Знаете Учение Иисуса Христа То Вам Не Нужен Никто Чтобы Учить Еще Чему То Этого Достаточно Я хочу Еще Может быть Добавить Вот Контексте 20-го Стиха И 21-го Здесь Они Я считаю Связаны Очень Близко Так же Как Предыдущая Вот Сестра Говорила О том Что Идет Ложное Учение Которое Соблазняет Некоторых И они Вышли Из Церкви И тем Открылось Что Они Не С Теми Кто Пребывает Верой Во Христе Впрочем Вы имеете Помазание От святого И знаете Все И дальше 21-й Я написал Вам не потому Что вы Не знали Истины Но потому Что вы Знаете Ее Здесь Ключевое Слово Истина И Она Мне Кажется Вот Связана С Понятием Знания Так же Что вы Помазаны Вот это То есть Наделены Духом Святым Истиной Той Истиной Которой Вы Можете Отличать Те Лже Учителей Антихристов Которые Появились В мире Которые Проповедуют Еще Выше 15-16 Стих Мира Этот Греховный С Похотью Очами Плоти И гордости Житейской И Впрочем Вы имеете Вот эту Истину Вы знаете Слово Истины Потому что Получили От святого Имеется Ввиду От Бога Самого Получили Эту Истину И Пробывая В этой Истине Знаете То есть Познание Тоже Получили От Бога Поэтому Вы Пробываете В ней И Можете Отличить Ложное Учение Которое Антихрист Проповедует Греховный Мир И Учителя Соответствующие Этому Или же Это от истины Как жить Угодно Богу Здесь В контексте Идет В всей Этой книге Идет Вот Контекст Идет Тоже О том Чтобы Пребывая В истине В Боге Ты должен Идти Святой Правильной Благоугодной Жизнью Спасибо Большое Еще Братья и сестры Есть Да Пожалуйста Передайте Пожалуйста Микрофон Вот здесь ссылочка есть На Матфея Одиннадцатая глава Двадцать пятый стих В то же время Продолжая речь Иисус сказал Славлю тебя Отче Господа Неба и земли Что ты утаил Сие от мудрых И разумных И открыл Том Младенцем Ну Открыл Ум Куразумению Значит Получается Впрочем Вы имеете Ум Куразумению От святого От самого Бога И знаете Все И нет нужды Чтобы кто-то Учил вас Поэтому То чем мы сейчас Занимаемся Собственно говоря Противоречит Данному тексту Вообще-то да Вот мы дошли До истины Можем закончить Сегодня раньше На два часа На самом деле На самом деле Продолжаем Размышлять О чем идет речь Спасибо Спасибо большое Но Здесь Некоторые нюансы есть Да пожалуйста Брат Николай Но Дело в том Что Тут тоже надо Разделять Потому что Он Ну как Это Вот он пишет Итак Что вы слышали От начала То и до Пребывает вас Это уже Говорится о том Что Они пребывали Это какой стих Это двадцать четвертый Ага Итак Что вы слышали От начала То и до Пребывает вас Вот Это уже Говорит о том Не говорит о том Что нам не надо Вообще Учителей Не надо Учиться Вот Но То что вы слышали От начала Потому что Эти Учители Которые уже Вот тут вот Мы читаем С С восемнадцатого Девятнадцатый Стих Они уже Позже Говорят И о них Иоанн говорит Что Они вышли От нас Они от нас Вышли Они учат Но они Они вышли От нас И вы думаете Что эти Вот раз они С нами были То надо их Прислушиваться Но они не были С нами А вы Помните то Что вас Научили От начала Вот И то Помазание Которое Вы приняли Потому что Вы Как вот уже Было Помазание Какое Что значит Помазание Я понимаю Так что Помазание Духом Святым Ну как Которое Мы каждый Имеем Во Христе Вот выразить Мысль Саму не могу Вот есть Вот тут Вот А вот Язык Вот немножечко Это Не может Выразить То есть Они Научены От начала Вот Апостолы Христом А уже Последователи Вот Которым Обращается Иоанн Они уже Научены Самими Апостолами Вот то Что вы От начала Услышали Не путайте Вот Как Не принимайте От тех Которые Извращают Это Которые Не имеют Этого Помазания Потому что Они не были Наши Потому Они Вышли От нас Хорошо Спасибо Еще Один Комментарий Еще Два слова Еще К сказанному То есть Здесь о чем Еще говорится О том Что вы Вы знаете Истину Истина Очень Коротко Здесь Выражена В том Что Иисус Есть Христос Антихрист Это тот Кто идет Анти Против Христа Поэтому Те Кто Отвергает Это Те Не Не с Нами И те В общем Тех Не слушайте Они вышли От нас Но Они были Наши Поэтому Вы знаете Все Касательно Этой Истины Что Иисус Есть Христос Помазание От Духа Святого То есть Это то Что Бог Нам Открывал Открыл Эту Истину В момент Нашего Рождения Свыше Что Мы поняли Мы приняли То что Иисус Есть Христос Он Является Нашим Спасителем Поэтому Касательно Вот этой Части Мы знаем Все И нам Нет Нужды В том Чтобы Кто-то Нас Учил Чему-то Другому В этом Пребывайте В этом Оставайтесь С этими Стихом Спасибо Большое Спасибо Ну у меня Тоже С собой Сейчас Нет Словаря Получается Согласно Чего Да Да Но мы не можем Одно и то же самое Слово Помните Как мы говорили Что например Слово Плоть Оно в разных Контекстах Может иметь Что Разное Значение То есть Мы не можем Здесь Сопоставить Раз мы это Слово Встречаем Здесь В этом Тексте То оно Может Автоматически Якобы Означать Такое же Значение Иметь Где И в Другом Тексте Потому что Иногда Встречаются Одни и те же Самые Понятия Как Опять же Таки Слово Закон Или Слово Плоть Или Слово Мир В одном Стихе Может употребляться Несколько Раз Слово Мир Как вот Например Мы читаем Мир Мой Даю Вам Не так Как Мир Дает Заметили Два Раза Встречается Слово Мир А Два Разных Значения Слова Мир Мир Мой Что Здесь Имеется Ввиду Покой Даю Вам Не так Как Что Мир А А здесь Что Имеется Ввиду Греховный Мир То есть Греховная Система Вот Этот Греховный Мир То есть Одно и то же Самое Слово А разные Значения То же Самое Здесь Это Не значит Что Такое Самое Значение То есть Мы Не можем Провести Автоматически Аналогию С тем Что Происходило Тогда В Ветхом Завете И Нам Помогает Три Слова Которые Мы Сегодня Записали Первое Контекст Второе Контекст Третье Контекст У нас Всегда Друзья Мои Будет Искушение Иногда Я Впадаю Такое Искушение Тоже Пойти В свободное Плавание То есть Оттолкнулся От текста И там Есть Какие-то Знания Но Нужно Нужно Исследовать Текст Не Оторваться От Контекста Как Только Ты Оторвался От Контекста Точно Истолкуешь Текст Неверно Есть Некоторые Ошибки Которые Не могут Повлиять Скажем Там В целом На нашу Святую Жизнь Но Некоторые Могут Очень Серьезно Повлиять Так Вот Встретили Вопрос Сначала Неверное Толкование Вот Одно Из Неверных Толкований Мы читаем Вот эту фразу Знаете Особенно Слово Все Из-за Того Что мы Вырываем Из Контекста Эти слова Или непосредственно Это слово Возникает Почти целая Ну такая Позиция Даже есть Не учение Такая позиция У верующих Что учиться В богословских Каких-то Хороших Учебных Заведениях Что Не надо Потому что Мы на самом Деле Согласно Этого Текста Я так думаю Что так Согласно Да Мы Знаем Все Поэтому Вот Вот эта Позиция Что Ну Якобы Этот стих Говорит о том Что не надо Нигде Учиться Она не Подтверждает Этот текст Не подтверждает Данную Позицию Или Как мы уже Говорили Недавно Что Знание Надмевает Опять же В каком Контексте Сказаны Эти слова О чем Говорил Апостол Павел Можно Ничего Не знать И тоже Быть Надменным Согласны Да Братья И сестры Так вот Наша Задача С вами Понять Самое первое Не со Значения Слов Начинать Потому Что Значение Слов Помните Как мы Говорили Про перевод Если Переводчик Переводит Текст И он Не понимает Культурно Исторического Контекста Данного Стиха То есть Большая Опасность Истолковать Текст Неверно Так вот Прежде чем Мы начнем Понимать Что же Означает Это слово И в целом Что означает Эта фраза В целом Нам нужно Понять Я понимаю Было очень мало Времени И у вас Не было Ресурсов Этих Поэтому Нужно Гораздо Больше Времени И ресурсы То есть Нам нужны Культурно Исторические Справочники Нам нужно Экзогетический Лексический Словарь Вот это Необходимо Нам А теперь Коротко Каков Культурно Исторический Контекст Данного В целом Послания Заметим Апостол Павел В послании Иоанна В четвертой Главе Говорит Давайте начнем Со второй Мы сначала Прочитаем Ой Простите Простите Апостол Иоанн Хорошо Что вы не спите Ну что я уснул Да Апостол Иоанн Апостол Павел Не писал Послание Иоанна Как-то Не вяжется Простите Да Посмотрите Пожалуйста На вторую Главу Этого Послания А что мы Познали Его Обратите Внимание На что Делает ударение Апостол Иоанн А что мы Познали Его То есть Как Как мы Можем Узнать Что мы Его Знаем По чем По каким Признакам Из того Узнаем Из того Что Что делаем Соблюдаем Заповеди Его Дальше Кто Говорит Я Познал Его Помните Наш Наш урок Вчерашний Знать Это Не просто Иметь Информацию Знать Это На практике Пережить И показать Вот что Означает Я знаю Бога Вот что Это означает Что я Верю Вот что Означает Что я Член Церкви Вот что Означает Что я Христианин И так Далее То есть Функциональность Должна быть В этом Понятии Так вот А что Кто Говорит Я познал Его Но заповеди Его Не соблюдает Тот Лжец И что Чего В нем Нет В нем Истины Нет Дальше А кто Соблюдает Слово Его В том Истинно Любовь Божия Совершила Кстати Очень интересное значение этого слова Совершилось Может быть на тот момент Когда делался перевод 140 лет назад Данный перевод Люди понимали что это означает Мы не обращаемся Или не употребляем тот лексикон Который был 140 лет назад Что он хотел сказать апостол Иоанн Этим словом В переводе с греческого языка Это слово означает Еще раз А кто соблюдает Слово Его В том Истинно Любовь Божия Достигла Своей законченности Если так можно выразиться То есть она достигла того Чего должна была достичь А чего именно Исполнять его заповеди То есть если я говорю Что я испытал на себе Влияние Божьей любви То это теперь Выражается В конкретных Исполнения В исполнении заповеди Господа Слово Совершилось Означает Любовь достигла Своего результата Она вела меня к тому Что если я познаю Любовь Божию Что я начну исполнять Его заповеди Вот значение этого слова Любовь достигла совершенства Ну Угу Угу Ну а совершенство Выражается в чем Исполнение его заповеди Кто говорит Шестой стих Что пребывает в нем Тот должен поступать Так как он поступал Итак Культурно-исторический Контекст Вообще всего Послания Прежде чем мы Начинаем изучать Даже не со значения Слов нужно начинать А с понимания Вот почему мы говорили Что это самый сложный Принцип Даже не грамматический Даже не литературный Контекст самый сложный Сначала нужно выяснить Что за обстоятельства Были там Которые побудили Апостола Иоанна Что сделать Написать это письмо Если мы это не выясним Мы сложно Нам не будет Не сможем понять Значение Что же он имел ввиду И мы помните Вот этот мостик Мы будем смотреть Через призму Нашего мировоззрения На тот текст Не выясним Что это означало Для них Итак Что же за обстоятельства Были Помните мы говорили Горизонтальный срез И какой еще Вертикальный срез Совершенно верно Итак Горизонтальный срез Был какой Лжиучителя окружали Вертикальный Во что верили Эти лжиучителя Это были гностики Кто такие гностики Греческое слово Гносис Означающее Знать Утверждали Идея Главная идея В ложном учении Гностиков Кстати сегодня тоже Полно гностиков Даже в церквах Бывает Главная идея Гностиков Заключалась Вот в чем Они Во-первых Не верили Что Христос Пришел Во плоти Об этом Идет речь В четвертой главе Дух Который Не исповедует Иисуса Христа Пришедшего Во плоти То что Есть дух Антихриста Какая была Ложная В чем была суть В чем заключалась Суть ложного учения Гностиков Они верили Что Бог сотворил Вселенную А некий злой Бог Бог по имени Демиург Взял из этого Творения Божьего И сотворил Из него тело Тело Это зло Говорят они Тело Говорят они Это зло А Христос Не мог Воплотиться Во что В зло В тело Он не мог Принять тело Потому что Тело Это зло И они Верили Не важно Как твое тело Как ты живешь В этом теле Главное Что ты веришь Внутри У меня много Таких гностиков Главное Что я верю Внутри Я внутри верю Я внутри верующий Как эту веру Можно понюхать Как ее Можно взвесить А потрогать Эту веру Можно как-то Пощупать На ощупь Можно ее Определить Что там Есть вера Громко петь Может быть Только это Не поможет И Что гностики И апостол Иоанн Видя эту проблему Он же не описывал Нам культурно-исторический Контекст Он же писал Не нам это послание А кому Своим современникам Которые прекрасно понимают О чем идет речь А наша задача Как бы пойти В тот мир А для этого Нам необходимы Некоторые другие ресурсы Чтобы изучить И понять Что же там происходило Что побудило Апостола Иоанна Написать эти слова И что они В этом контексте Культурно-историческом Они означали Иначе мы тогда Неверно истолкуем Потому что мы не знаем Что там происходило Вот почему археологи Когда нашли Какую-то детальку Что они делают Они исследуют ее Что это за деталь Что ей делали Откуда Кому она принадлежала Кто ей пользовался То есть очень много-много-много-много вопросов Задается Как хороший доктор Задает много вопросов Итак Гностики утверждали Да неважно Как ты живешь Главное Что ты веришь Внутри Еще гностики утверждали Что Знанием Не все обладают Исключительные люди Это не всем дано Это тайна Следовательно Мы приближаемся Мы приближаемся К разгадке Если можно так выразиться Встречается ли В этом тексте Который мы прочитали Хотя бы раз Слово Дух Святой Ни разу Это традиционное понимание В кавычках понимание Из-за того Что мы не исследуем текст Что якобы речь В этом тексте Идет о Духе Святом Понятно Друзья Косвенно Невозможна христианская жизнь И определение истины Без помощи Святого Духа Но мы говорим Непосредственно Об этом тексте Так что же имел ввиду Апостол Иоанн Вы имеете это помазание Он имел ввиду то Что имел ввиду В свое время Кстати ссылочки Что говорит о ссылочках Ссылочки писали люди Вот на полях Которые у нас есть Иногда они помогают Иногда не помогают Иногда они могут Просто по теме повести Нас Но если мы не поймем О чем идет речь Ссылочка нам не поможет Иногда она даже Даже может нас завести В заблуждение Понимаете Потому что ссылочки Давал не сам Христос Ссылочки давали уже Толкователи Как они представляли себе Вот как они думали Вот я ни в коем случае Не хочу принизить Тех людей Но смотрите Что написано Сравнение Сейчас мы подойдем К этому стиху Вернее к этим словам Уже к толкованию Вторая глава Колоссянам Откройте пожалуйста Вторая глава Колоссянам Восьмой стих И ниже По десятый Пожалуйста Давайте прочитаем С восьмого по десятый Смотрите братья Чтобы кто не улег вас Философией И пустым обольщением По преданию Человеческому По стихиям мира А не по Христу Ибо в нем Обитает Вся полнота Божества Телесно И вы имеете Полноту в нем Который Который Есть Глава Всякого Начальства И власть Не можете Говорят А не знать Для этого Необходимо Тайное знание Особое знание И проникнуть В это знание Далеко не каждый Может А что говорит Апостол Иоанн От кого мы берем Это знание В ком мы имеем Это знание Знание истины Знание какой Истины конкретно Что значит знать Бога Во-первых А во-вторых В чем выражается Познание Этой истины В чем выражается Познание Бога А вот в чем Выше Контекст Выше Смотрите Двенадцатый стих Пишу вам Дети Потому что Прощены вам Грехи Ради имени Его То есть Мы сегодня говорили Почему Господь Прощает нам Грехи Пишу вам Отцы Здесь имеется Ввиду Духовные Отцы Дети Духовные Отцы Духовные Потому что Вы что Познали Опять встречается Это слово Познали Что Сущего От начала Пишу вам Юноши Потому что Вы победили Лукавого Пишу вам Отроки Потому что Вы познали Опять познали Кого Отца Я написал вам Отцы Потому что Вы познали Безначального Смотрите Сколько раз Апостол Иоанн Говорит Познали 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 В противовес Всему Гностическому Учению Что якобы Вы познать Не можете Почему В средневековье Темном Католики Так могли Манипулировать Людьми Да потому что Люди не знали Истины И что Сделал Мартин Лютер Он Перевел Библию На родной Язык Народа Чтобы Люди Знали Истину Что это Не прерогатива Кого-то Там Иногда Даже Знаете Из-за нашей Греховной Натуры Нам Нам Пастырям В мире Похоть И Открылось Что не Все Наши С Какого Слова Начинается 20 стих Что это Значит Что означает По литературному Контексту Слово Впрочем Не Не Синонимы Найдите Что Отражает Слово Впрочем Это Аргументация Доказательство Или что Вопрос Вопрос Не в том Что Синоним Найти Это Доказательство И Здесь Еще Как бы Не Подведен Итог Окончательно Но Он Аргументирует Свою Позицию Или Свои Слова Впрочем Говорит Как бы Останавливает Себя Говорит Зачем Мне так Много Говорить Об Этому А О чем Об Этому О чем Об этом О знании Истины Вы имеете Говорит Помазание Что за Помазание Хочешь намек Есть на Дух Святой Здесь В этом Тексте Нет А о чем Тогда идет Речь Вот мы Имеем Уже Всю Картину Знание Истины Понимание Истины Понимание Учения Христа Понимание Того Что Бог Дал нам В Иисусе Христе Мы имеем Эту Полноту Это Знание И мы Можем Что Определить К чему Относится Фраза Знаете Все Это Очень важно Определить В контексте Но Это Называется Эйзегетика В данном Тексте Мы не говорим Что не Дух Святой Нам Открывает Истину Да И аминь Но мы Пытаемся Понять Что Именно Под этим Словом Подразумевал Апостол Иоанн Потому что Друзья Если Каждый Из нас Будет Вкладывать Своё Собственное Значение Ну что Есть Мнаса Таких Например Толкований Что Что Значит Помазание Это Здесь Иные Языки И Пророчества Кто-то Увидит И что Только Не Увидит Человек Потому что Он Нашел Там Слово Помазание Понимаете Так Так Опасно Толковать Писание Да И Какая Мысль О чем Идет Речь В этом Тексте Что Апостол Иоанн Хотел Скать Знаете Все Выше Что Что Не Отрывайтесь От Контекста Что Если Ты Знаешь Бога Выше Прочитай Выше Всегда Контекст Сейчас Мы уже Говорим Не о Культурно Историческом Контексте Мы уже Переключились На Какой Контекст Литературный А Теперь О чем Идет Речь Он Говорит Не Любите Мира Что Любили Гностики Всю Эту Мирскую Систему Ценностей Они Были Влюблены В нее И Он Говорит Внутри Вас Что Что Очень важно Посмотреть Что же Имеется Ввиду О чем Иет Речь Заметили Это Сколько Времени Нам Уходит На Просто На Понимание Того Что Что Он Хотел Сказать И То Мы Бежим Как Головом По Европам Так Вот Наверное Что Наверное Здесь Не Проходит Михаил Павлович При Всем Уважении Наверное Отменяете Мы Не Дошли Знаете Все 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 Что Все Должен Скажите Нему Друзья Мы Учение Христа Сейчас мы Горем Не о Помазании Мы Говорим А Знаете Все Знаете Все Можно добавить Знаем Все Что Христос Есть Сын Божий Что Иисус Есть Христос Знаем О том Что Не Нужно Любить Мира Не Того Что Мир Знаем О том Что Нужно Соблюдать Заповеди И Вот Это Вот Познаем Мы От Бога Или Не От Бога Знаем Вот Эти Базовые Истины Которые Собственно Вот Чем Идет Здесь Речь Следовательно Учиться Нам Не Надо Учиться Нам Не Надо Только Лишь Часть Того Что Нам Нужно Знать Поэтому Ну Но Что То Знаем Уже О чем Же Идет Речь В Этом Тексте Вы Знаете Все Что Вы Ничего Не Знаете Это Иоанн Хотел Сказать Сейчас По Очереди Осматривать Контекции Контекции Этот Стив То Он Говорит Что Вы Знаете Истину И Делает Предупреждение О Лжи Учки Выше Читаем Еще Раз С 15 Стиха По 20 Включительно Давайте Еще Раз Внимательно Прочитаем Не Любите Мира Ни Того Что В Мире Хотя Это Ближний Контекст Ближайший Контекст А Дальний Контекст Начинается С Первого Стека Первое Петра Со Второго Петра Можем Вообще С бытие Начать Тогда Мне Надо Еще Три Месяца Здесь Быть В В В В В В В В к контексту. Итак, когда мы изучаем Писание, нам нужно совершенно исключить такие слова, как «может быть», «кажется», «наверное», ну и все, что похоже. Потому что мы будем как бы гадать, гадать на Писании. Вернемся к контексту. Контекст, контекст, контекст. Вот чтобы в 12 часов ночи вы проснулись, контекст, 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 контекст. Повторите, контекст. Повторяйте много раз, едете домой, контекст, на перекрестке, контекст, чтобы это в голове у нас было. Контекст помогает, там, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отче». Другими словами, посмотрите, говорит, на гностиков, что они делают. Они любят этот мир, они любят мирскую систему ценностей. Дальше. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордо житейской, не есят отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, и исполняющий волю Божию пребывает вовек». Дальше. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли через то, что открылось, что не все наши. «Впрочем, вы имеете помазание и знаете все». Что все? В Ветхом Завете, когда-то для того, чтобы помнить Божьи заповеди, не забыть их, что делал израильский народ по привалению Бога? Навязывали на лоб, на запястья, где только возможно было. О чем идет речь? Он говорит, посмотрите на мораль этих людей, которые говорят, что они знают Бога. «Внутри рожденного свыше, человек, который рожден свыше, ему не нужно на каждом углу, на всех перекрестках, на косяках дверей, на запястьях, на лбу писать. Не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не говори то, не делай это». Почему? Потому что еще в Ветхом Завете было пророчество какое. «Напишу, на скрижалях где? Сердце, заповеди. Внутри ты будешь знать эту истину, как жить свято. Потому что Дух Святой побуждает тебя к этому». Помазание, вот это понимание истины, знание Господа. Вы знаете все. Что все? Не в смысле, что нам не нужно учиться, потому что это тогда вступило бы в противоречие с теми текстами, где идет призыв к учебе. Ефессия нам, например, 4 глава с 11 по 16 стихи, Колосся нам 2.6, Колосся нам 1.7 и многие другие тексты, которые говорят о том, что необходимо учиться. Или Павел пишет «подражайте мне, как я Кресту». Так вот, это «знаете все» имеется в виду, что вы понимаете, что такое истина. Дух Святой, естественно, участвует в этом вопросе в нашей жизни однозначно. Но напрямую он не говорит здесь о Духе Святом под словом «помазание», он не подразумевает здесь Дух Святой. А «знаете все» означает что? Что? Понимание вот этой морали, чистоты, святости внутри у вас есть. А эти ложные учителя, которые говорят, что знают Бога, что? У них нет этого. И нет нужды, чтобы вам говорить, брат, не кради, брат, не обманывай, брат, перестань ненавидеть. Понимаете? Моральные вот эти качества. Понимание морали, понимание морали. Синоним того, что мы знаем истину, знаем учение Иисуса Христа, знание самого Бога. Да, потому что ложные учителя говорили, вы не можете знать. Скажем так, если взять и употребить эту фразу, мы можем сказать так. Ложные учителя утверждали, вы не имеете этого помазания. А Иоанн что говорит? Вы имеете его. Имеете эту истину, это знание. В нем, в Иисусе есть эта вся полнота знания. И нам не нужно искать где-то что-то. Вот почему часто, например, психология проникает в церковь. Потому что мы говорим, ну у нас нет ответов на эти вопросы. Нам нужно пойти к людям мира сего. К философии этой мудрости человеческой, которая припудрена обильно библейскими текстами. И как бы, потому что мы не знаем. А мы почему не знаем? Потому что мы не верим в достаточность, в силу Слова Божьего. А Павел что пишет Римлянам 1.16? Что Слово Божие это что? Это сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и греку. Поэтому, друзья мои, вот говорит дальше. Имейте, не имейте нужды, чтобы кто учил вас. В каком плане? Он имеет в виду гностиков, что ты не можешь получить это знание, оно своим образом дается. Он говорит, вы имеете в Иисусе Христе это знание истины. И эту силу жить свято, другими словами, если уж толковать дальше. Понятно, что без Духа Святого это вообще невозможно. Однозначно. Да, да, просто я еще раз повторил. Еще, коротко. Ну, от Бога. От Бога. И все-таки придется к Духу Святому, да? Ну, понятно, что Дух Святой открывает нам. Да, но... Да, да, понятно, друзья. Невозможно без Духа Святого. Тут без слов. Без слов. Дух Святой открывает нам эту истину. Но мы, когда говорим об этом тексте, нам нужно дать вот это понимание того, что... Найти это понимание, что здесь не идет о каком-то особом каком-то, как иногда говорят, помазании. Слушай, как помажет тебя Господь, как помажет тебя Дух Святой. Ну, все, там вообще никаких проблем в твоей жизни. Хорошо. Друзья, пусть... Ну, скажи... Смотрите, гностики утверждали, что не можете вы иметь это познание. А Иоанн в противовес их учению говорит, вы можете это иметь в Иисусе Христе. И если ты говоришь, что ты познал истину, он в начале главы еще говорил об этом, потом продолжает эту мысль через всю главу, то это знание истины должно выразиться вот в чем. В конкретных моральных качествах. А у них была антимораль, у гностиков. Они жили, как этот мир. Как этот мир. И вот в этом контексте как раз сказаны вот эти слова. Знаете все. То есть, как жить свято. Вы имеете внутри все это. Это не значит, что, конечно, нам не нужны учителя. Не об этом идет речь. Что Бог учит нас, как жить, зная истину. Друзья, мы дальше будем продолжать. Как апостол Павла, говорит Тимофеев, что ты с детства знаешь священный писатель. То есть, он основывает его на священном писательстве. Да. А самый Иоанн здесь открывает по последнюю времени. Да. Теперь, друзья, конечно, время наше просто неумолимо летит вперед. Домашнее задание. Для всех нас. Я тоже в процессе вместе с вами. И вот мы исследуем. Продолжим исследование. Если я найду, что я был неправ, публично перед вами признаю. Ну, помазание, оно включает всем. Дови духу. Так. Тут уже, мы уже далеко пойдем. Тут уже ни об этом не идет речь. Ни об этом. Ни о Дарак Святого Духа идет. Есть предложение пойти дальше к следующему принципу или на перерыв? Друзья, продолжим, потому что наше время улетает. У нас еще есть изучение. Принцип десятый. Принцип номер десять. Принцип просвещения. Друзья, нужно признать, у вас это все прописано, что без наставления Святым Духом никакое знание и понимание истины библейской невозможно. Однозначно. Но. Потому что у нас домашнее задание выяснилось. Что же такое помазание? Нет, друзья. Ну, вы как хотите употребляйте, какие слова хотите, применяйте нам. Но просто скажем, без участия Святого Духа в нашей жизни мы не способны постичь истину. То есть, нам необходима Божья помощь. Мы читаем 1 Иоанна 2, 27. Вот мы уже, в принципе, читали это слово, да? Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, что мы имеем в виду? Кто нас учит? Кто нам дает это откровение? Мы читаем Евангелие Тулки, 24 глава. Открыл им ум к уразумению Писания. Еще да, Христос говорил в целом, он говорил, что Дух Святой наставит вас. Мы сейчас говорим о чем? Что невозможно понимание истины без участия автора этой истины. Поэтому мы нуждаемся, Господи, открывай нам, дай нам понимание, дай нам понимание. В целом мы говорили, что невозможно никакое понимание истины, даже когда мы говорим, что это учит нас, без участия Святого Духа, потому что он живет внутри нас. Мы непосредственно изучали, что же означает этот текст в данном контексте. Например, были такие, я не знаю, и сейчас, в принципе, они существуют, эти люди, только может быть в другом немножко формате. Квакеры. Квакеры. Кстати, у вас на странице 79 описано, кто такие квакеры. Само вот это слово квакеры, происходящее от английской, дрожащие, трепещущие перед Богом. То есть у них даже такой вот буквально физический трепет такой происходил, то есть они тряслись, когда они там изучали, когда они молились, и их начали называть квакерами. Так вот, квакеры собирались, сидели в тишине, ждали долго того момента, по их мнению, когда должен заговорить Святой Дух. Есть такие церкви сегодня, то есть братья собираются, молчат, пока кому-нибудь из них, как они считают, Дух Святой не скажет. Например, кто-то встает, вот, действительно так происходит. И говорит, Дух Святой мне сказал, вот нужно спеть такую-то песню, спели, потом опять минут пять или сколько там, молчания. Дух Святой мне сказал прочитать такой-то текст. То есть они говорят, что никакого пресвитера в церкви не должно быть, тем более пресвитеров, множественное число, нам открывают Дух Святой. Не в этом значении, друзья. Потому что Дух Святой использует сегодня людей, как в принципе изучал, использовал и апостолов, да? Что апостол Петр говорит? Что никогда пророчества не было, что произносимо по воле человеческой. Поэтому люди считают, что только Дух Святой им открывает, и больше никто, больше никто. Ну, конечно, в этом есть свои проблемы, в таком подходе. Ефесянам 4, 11, 16 написано, что пастыри поставлены для чего? Чтобы приготовить Святой народ Божий к совершению. Слово «совершать» буквально означает «приготовить» или «снарядить» еще означает это слово. А еще слово «совершить» буквально означает «вправить вывихнутую кость» или «срастить сломанную кость», или еще «починить сети» в буквальном смысле. Переносное значение – это «приготовить», «снарядить», «приготовить», «снарядить». Вот значение этого слова. Что мы читаем в Деяниях Апостолов 17, 11? «Здешние были благомысленные фессалоникских, они приняли слово совсем усердием, принцип усердия, ежедневно, что делая? Разбирая или исследуя Писание, точно ли это так. То есть Дух Святой, Он участвует, но это не исключает чего? Нашей усидчивости и нашего усердия, наших знаний. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо бы насудить духовно. То есть неверующий человек не принимает того, что говорит Слово Божие. Для него это по меньшей мере странно. В худшем случае это может быть глупостью. Например, вот такой пример у вас есть вот здесь в вашем конспекте. Был такой человек по имени Швайнер, он был доктором, и он имел несколько докторских степеней, и он говорил такие слова, что я провел, одному профессору Байеру, что говорит, я провел 400 разных исследований с кровью и говорит, не нашел, что она может спасти. То есть он буквально воспринимал, когда вот этот профессор говорил, что кровь Иисуса Христа может спасти, а он воспринимал это буквально, как те люди, которые услышали слова Христа, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. А о чем у меня шла речь? О будущих страданиях Иисуса Христа. Итак, какой принцип мы можем здесь увидеть? Если мы хотим понимать истину, то прилагая усилия с нашей стороны, мы должны понять содержание и значение духовное открывает нам Святой Дух, Господь. Только Господь. Только Господь. Очень простой, очень такой краткий, но весьма важный, важный принцип. Одиннадцатый принцип. Принцип парадокса. Принцип парадокса. Значение слова парадокс. Греческое слово, состоящее из двух слов. Первое слово звучит как пара, что означает за пределами, то есть то, что выходит, ну, за пределы моего понимания. Докса, мнение, ожидание, слава. Вот значение этого слова. То есть за пределами того, что выходит, парадокс означает, это то, что выходит за пределы моего представления, за пределы моего понимания. Так вот, в Библии есть немало текстов, парадоксальных текстов. Вот что мы читаем. Сегодня мы читали уже этот стих, Исайя 55, 8-9, два стиха. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои, выше пути ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Ну, данный текст не говорит о парадоксе, он просто вводит нас в эту тему. Что это значит? Что если мы чего-то не понимаем, то это не значит, что что? Что это неправильно. Да, например, парадокс. Хочешь быть первым? Будь последним. Парадокс. Как это? Все в мире вообще иначе. Как Христос говорил, ученики размышляли по дороге, кто из них что? Больше. А он какую систему дал им понимание? Кто больший? Служащий. Тот, кто меньший. Сберегший душу свою потеряет ее. Парадокс, да? Как это сберечь? Как это потерять, чтобы... Или пытаться не сберегать, чтобы ее приобрести? И как это я сберегаю, и в конце концов я ее потеряю? Парадокс, да? Второзаконие 29, 29. Мы читаем. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть есть те вещи, которые мы не можем понять не потому, что они закрыты для нас, а потому что мы иногда не изучили, потому не понимаем. И говорим, это тайна, братья и сестры, я вам объяснил, но вы все равно ничего не поймете. Ну, это проблема тогда с моим толкованием. Нам просто необходимо научиться принимать то, чего мы не понимаем. Ну, например, был ли Иисус Христос человеком? Однозначно. Вот об этих вопросах были споры в истории христианской церкви. Даже был спор по поводу того, является ли женщина человеком. Сестры, слава Богу, что вы не живете в то время. На Украине? В смысле? Да, например, в Закарпатской области говорят, на мужчин люди, а на женщин женщины. Говорят, где наши люди? Я сначала не понимал, что они имели в виду. Какие люди? Ну, мужчины наши. А женщина – это женщина. А это люди. Понимаете? В истории христианской церкви был даже такой спор над одном из соборов. решали, является ли женщина человеком. И дошли, знаете, как до решения этого вопроса? Ну, коль в Библии написано, что Христос был сыном человеческим, ну, значит, так тому и быть. обозначим, что женщина – человек. Да. Ну, Христос был человеком на все сто процентов, да. Но Он также был Богом в теле. Это то, что отвергают некоторые так называемые христианские течения. Да, Он был Богом в теле. Это парадокс? Как это можно понять? Это же выходит за рамки нашего разума. Как это в одной личности две природы, две сущности? Но отвергая одну из них, отвергая одну из них, мы лишимся вечности. В прямом смысле этого слова. Тертулиан в свое время говорил такие слова. Его называют отцом церкви. Тертулиан был такой богослов. Он говорил так. Если вы попытаетесь понять Троицу, вот еще один парадокс. Бог один в трех лицах. Как это понять? Если вы, говорит, попытаетесь понять Троицу, вы сойдете с ума. Но если вы попытаетесь ее отвергнуть, вы потеряете душу. Поэтому и когда у нас есть искушение все-таки, ну, не слыть какими-то незнающими, и люди у нас спрашивают, ну, объясни-ка мне, в конце концов, что же означает Троица? Мы чему только можем не уподобить. Слышал такие утверждения, что Троица – это как яйцо. Вот есть скорлупа, есть белок, есть желток. Очень, мягко говоря, банальное сравнение, глупое сравнение. В Библии мы читаем слова. Кому вы уподобите меня? Вот ответ. Если люди требуют от нас ответа, мы должны сказать им, слушай, это тайна. Вот об этом я тебе не смогу объяснить, чтобы ты обо мне не думал. Вот мы должны принять это на веру. Это как ребенок, который не понимает в начале своего жизненного пути, что такое электричество, или что такое огонь. Но мы ему объясняем, чтобы он поверил этому, принял это. Для него пока это тайна, но эта тайна все равно может повлиять на него, если он начнет неправильно относиться к этой тайне, например, к огню. Вот. Примеры. Например, кто написал Библию, Бог или люди? Парадокс. Бог, автор. Ну а кого он использовал? Людей. Мы уже цитировали сегодня не раз. Никогда не было произносимо слово Божие, пророчество, точнее, по воле человеческой. Но произносили его святые люди, будучи движимы, то есть Дух Святой руководил ими и давал то, что необходимо, то, что им необходимо было написать. Вот здесь 2 Петра 1, 21. Дальше. Например, второй еще такой важный момент. Кто является руководящим, 82-я страничка, началом нашей христианской жизни? Мы или Бог? Что мы читаем в Галатам 2, 20? И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу как? Верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Кто-то мог бы, например, апостолу Павлу сказать, слушай, Павел, уже украинским языком начинаю говорить, все уже, это последний день. Слушай, Павел, ты как бы определись, определись, ты живешь или ты не живешь? Он говорит, уже не я живу, в смысле, не мои человеческие усилия здесь уже, а живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою. Вот такой парадокс. Не я живу, но живу. Вот некоторые психиатры сказали бы, что в таком мышлении есть проблемы. Я живу, я не живу. Да? Ефесянам 2,10. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В чем здесь парадокс? Мы, Его творение, нам предназначил исполнять. Как бы не сочетается, да? Есть ответственность наша? Есть. Нам предназначил Он исполнять. А есть ответственность Божья? В первой части этого стиха. Есть или нет? Мы, Его, действует Бог в нашей жизни? Да. Смотрите. Да, Он создал нас. Две крайности. Господь действует ты, я здесь ни при чем. Ну, если я твое творение, вот как-то ты, сделай то, что ты хочешь через меня. Это крайность, это непонимание нашей ответственности. Другая крайность, все зависит только от нас. И то ересь, и то ересь. Почему? Потому что и то, и другое должно быть в нашей жизни. Мы действуем, апостол Павел говорит, я более всех вас потрудился, имея в виду других апостолов. А потом какую оговорку делает? Впрочем, не я, но кто? Смотрите, парадокс. Сколько стихов таких в Библии есть? Парадокс. Впрочем, не я, но благодать, которая со мной. Смотрите, так Павел, ты или не ты? И я, и нет. Я участвую, но на самом деле это делает через меня Бог, а я его сосуд. Галатам, мы уже читали, Деяния апостолов 4, 27-28. Поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой. Это вообще непонятно. Предопределила, а на них ещё и ответственность есть. Ну и как это у Бога работает вместе? Два круга этих давайте вспомним. Посередине тайна. Вот у Него это работает. А у нас это сложно. Поэтому, когда мы начинаем придерживаться одной системы или другой, тогда у нас серьёзный конфликт. Мы начинаем все тексты, которые не подходят под нашу систему. Например, вот он, если, что Бог избрал, всё, они избраны, значит, всё, только вот эти. Хотя мы читаем, что все, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, тогда Бог лжец. Мы вырываем из контекста нужные нам стихи, подтаскиваем их под свою систему и говорим, вот на самом деле. Ничего вообще от нас не зависит. Конечно, мы ничего не можем сделать для нашего спасения. Это милость Божья. Но мы ответственны за нашу реакцию. Здесь мы читаем вот этот пример. Что? То есть, если, опять же, другой пример. Иуда был предназначен от вечности предать Христа? Был или нет? А? Я сейчас не помню стих, но есть такой стих, я сейчас вылетел из головы. Есть такой стих, где написано ясно и четко, что он от века был предназначен. Ну, дословно сейчас я не могу сказать, вот найдете текст. А с другой стороны, что мы читаем? А с другой стороны, что мы читаем? Иуда говорит в Гессиманском саду Христос. Ну, зачем? Если ты, типа, для этого предназначен, то зачем? Зачем тебе еще эти вопросы задавать? А что говорит Христос Иуде? Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? К чему взывает Христос? К совести, к сердцу. Зачем? Ну, если, ну, делай. Да, мы читаем, что делаешь, делай скорее. В одном тексте мы читаем. А здесь Христос что говорит? То есть нельзя вырвать какую-то отдельную фразу и на этом построить целое учение. Потому что всегда есть опасность уйти в одну или в другую сторону. Это очень опасно. Поэтому у Бога работают обе системы, как ответственность людей, которые, например, мы прочитали в Деяниях Апостола, собрались на помазанника твоего, да? И это их ответственность, они понесут ответственность. В день 50, опять же, Петр проповедовал, говорит, вы убили. А был Христос предназначен для этого или нет? Так как это так? Если Он был предназначен, то как теперь наша ответственность? Есть ответственность. И масса библейских текстов на эту тему. Поэтому у Бога работают обе эти точки зрения, обе ответственности. То есть то, что Бог сделал со своей стороны и то, что с нашей стороны, какая на нас лежит ответственность. Например, был ли Пилат ответственен за то, что он предал Христа на распятие? Помните, что он говорил? А что говорит Христос? Пилат, ты не имел бы надо мной парадокс никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Вот если мы придержимся какой-то одной системы, мышления, говорим, ну все, предназначено, так тому и быть, значит никаких вопросов. Делай, не делай, все равно будет так, как Бог предназначил. О нет, это неправильная точка зрения. Или другая точка зрения, все зависит от нас. Это тоже неправильная точка зрения. Правильная точка зрения балансируется и тем, и другим вопросом. Была ответственность на Пилате? Была. И сам Христос говорит об этом, что боли и греха на том, кто предал меня тебе. Теперь говорит, ваше время и власть тьмы. Делай. И он будет ответственен. 30 секунд, 15 секунд. Может быть. на каждом человеке есть ответственность за каждое действие, друзья. Это вообще тема богословия. Сейчас мы не будем в это идти, потому что мы изучаем герминептику, понимаете. И время у нас осталось один час. Можете себе представить? Один час. Поэтому мы должны позволить существовать парадоксу. Если мы исключим, как правильно, дарение, исключим или исключим? Исключим. Исключим. Спасибо. Уже в словах путаюсь. Если мы исключим, друзья мои, эту точку зрения, тогда у нас будут серьезные проблемы с толкованием. И в Библии очень много различных текстов, которые являются парадоксальными. Итак, Божье вседержительство никогда не попирает волю человека, но также никогда и не зависит от воли человека. Как говорил Мардахей Исфири, знай, не для этого ли времени ты достигла такого положения, что пойти и сделать то, что ты должна сделать. Но знай, если ты не пойдешь и не сделаешь, что? Парадокс в каком-то смысле. Да. Бог в проигрыше не будет. Он найдет другого человека. Только вот какова твоя ответственность будет. Понимаете, да? То есть, когда мы исключаем одно или другое, тогда у нас будут серьезные проблемы с плакованием. И последнее. Римлянам 11, 32, 36. Всех Бог сделал пленниками непокорности. Это современный перевод. Чтобы всем даровать прощение. О, бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения. Не объяснить его решений. Мои мысли, не ваши мысли читали мы сегодня. Не понять его путей. Кто познал разум Господа и кто был ему советчиком и кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть. И во все от него, через него и для него ему слава в веки. Аминь. Есть ответственность на нас при множестве всех тех других текстов, которые мы прочитали? Или нет? Да, мы пленники. Греха, чтобы всех помиловать. Но помилованным Деяния апостола 17 глава еще раз приведу в пример. Ибо ныне Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Одни уверовали, немногие, а другие сказали об этом послушаем тебя в другое время. И они будут нести ответственность. Поэтому, друзья мои, нам нужно помнить вот этот принцип. К сожалению, у нас не так много времени, братья и сестры, чтобы хотя бы полчаса исследовать данный текст, который я записал здесь. Но думаю, что вы достаточно знакомы с этим стихом. Да? Одни же Иоанна Крестителя да ныне Царство Небесное с силой уберется и употребляющий усилие восхищает его. О чем идет речь, как вы думаете в этом тексте? Ну, уже согласно того опыта, толкования, который вы имеете. Брат Сергей. Степан, посмотри в контекст и не задавай лишних вопросов. Вот это хорошо. Сдали экзамен. Нечего нам тут вопросы задавать. И все-таки да не бойтесь, братья, я уже в заблуждение вас не завожу. А? Что же значит этот текст? Одни же Иоанна Крестителя да ныне Царство Небесное силою берется и употребляющий или щие там как там употребляющие усилия что делают? Восхищают его. Вот сегодня мы очень много говорили о нашей ответственности. Разве этот текст не говорит нам о том, что на нас есть ответственность? так говорит или не говорит? Мнение разделилось. Говорит этот текст о нашей ответственности или нет? Братья, сейчас ну громче отвечайте, не слышу. Да или нет? В чем наша ответственность? Что необходимо сделать? Что необходимо сделать, чтобы попасть в Царство Небесное? Согласно этого текста. Надо микрофон. Дайте брату микрофон. Вопросы все те же самые, что время написания было для того времени, потому что Христос, это слова Христа, потому что он говорит эти слова. То есть что он хотел сказать? Он хотел сказать, что время, в которое сейчас, в настоящее время, потому что Иоанн Креститель начал проповедовать, и до этого времени, он берет вот этот участок времени, потому что весь контекст, весь главы идет об этом. Об этом о чем? Ну да. Чтобы попасть в Царство Небесное, что нужно? Сила нужна. Употребить согласно этого текста? Да, усилие. Но там и вот эта проблема того времени, проблема что Христа не принимали, проблема, что Христос встретил противостояние того времени тех людей, тех учителей, и вот это время, оно делало отпечаток на тех людях, которые теперь встретили Христа. Христос учит, Христос оставляет наставления, и Христос предупреждает. Ну, это вот то, что я читал вот в контексте этой главы всей. Ага, то есть, еще мысли. Если там говорится о дне Иоанна Крестителя, то надо посмотреть, что говорил Иоанн Креститель, то есть, что люди понимали, как нужно достичь Царства Небесного. Он говорил, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сотворите достойный плод покаяния. Да, перемена, плод должен быть этого покаяния, просто само покаяние. И до Христа люди вот этим и жили, вот этим спасались, что покаяние и показать этот плод. То есть, абсолютно невозможно попасть в Царство Божие, не приложив усилия. Ну, согласны или нет? Что? Что нет? А почему нет? А? Спасаемся благодатью и вот... А что нам этот текст говорит? еще какие мысли? Иоанн Креститель Иоанн Креститель это был последний пророк. Все пророки пророкли до Иоанна Крестителя. это слова Иисуса Христа еще когда Он был на земле не принес нам спасения на Голгофе. Вот. До ныне. До ныне тогда люди считали, что надо усилие брать уходить в царство Божьей. Ну, а когда Господь Иисус Христос мы спасены по благодати Божьей. Здесь надо учитывать то, что уже после Голгофы мы по благодати Божьей спасены. Спасибо. 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 То есть для того, чтобы попасть в Царство Небесное нам нужно проявить усилие воли. Да или нет? Тут нет. Дело в том, что здесь я смотрел дома несколько... Важной доброй Диме, чтобы она была нужна усилие. Это же заглушив их. Нет, мы тут можем скатиться к тому, что благодати Христа мало, что нужны наши усилия для положения спасения. То есть мы это не отрицаем нисколько, но есть Божья сторона, есть наша ответственность. Вообще тоже один из стихов трудных для понимания. Я перечитал много разных переводов, не знаю сколько, 10 разных переводов английских, немецких, русских. Вот что говорят несколько русских переводов, которые у меня. То есть некоторые переводы буквально говорят то, что здесь в синодальном, но не совсем то даже, совсем не то, что в синодальном написано. Есть такие варианты переводов. Это современные переводы. Довольно неплохие переводы, не знаю, как этот стих, но вообще я нередко пользуюсь. Со времени появления Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божье силой прокладывает себе путь и сильные люди пытаются овладеть им. Это один вариант перевода. Другой с того времени, как Иоанн Креститель начал проповедовать и до сегодняшнего дня претерпело Царство Небесное немало яростных нападений и многие пытаются силой захватить его. Есть вариант еще такого перевода дни Иоанна Крестителя и до ныне против Царства Небесного ведется борьба и им пытаются завладеть жестокие. Есть некоторые комментарии на этот счет, что с самого начала своего служения Иоанн Креститель у многих вызывал неприязнь. Будучи заключенным темницей, он стал жертвой жестокости Ирода, но Царство Небесное никогда не берется человеческой жестокостью. Заметьте, что Матфей говорит, «И употребляющее усилие восхищает его, а Лука и всякий усилием входит в него». Таким образом, смысл этого стиха можно выразить такой фразой «Царство Небесное достигается усилием и только неустанно прилагающее усилие входит в него». Так Иисус еще раз подчеркивает сложность вхождения в Царство Небесное, когда Он говорит о том, зачем туда стихи, нужно отвергнуть себя, взять вес, следовать за мной, кто возлагающий руку на плуг, озирающийся назад и так далее. То есть много есть мест, которые говорят о том, что Матфея, по-моему, 7 глава, 13-14 стих, что «Уходите тесными вратами, потому что не просто в них войти, или как верблюдо сложно пройти сквозь игольное ухо и так далее». То есть еще раз не отрицая Божью часть, мы дай аминь, что Божьей благодатью мы спасаемся, есть ответственность наша человеческая. Какой из этих вариантов переводов правильный? То есть тут, может быть, действительно надо еще поизучать, я просто посмотрел некоторые переводы. Вот что именно имеется в виду, но какой-то из них, видимо, приближен к этому. Спасибо большое, Олег Товарищ. Теперь, друзья, на самом деле никакие, никаких усилий, относительно приобретения Царства Божьего не может идти даже речи. Это не точность перевода, но опять же повторю ту мысль, которую сказал вчера или позавчера. Это не значит, что мы теперь должны закрыть Писание, будьте осторожны в таких утверждениях, вас закрыть и вообще теперь не читать Слово Божье. Это значит, что мы должны копать глубоко, изучать культурно-исторические контексты, а также смотреть в оригинальные тексты. Таких текстов немного, это действительно один из самых трудных, как сказал Валерий Петрович, стиков. Но трудность заключается в том, когда мы начинаем толковать согласно этого перевода. Один из переводов, который прочитал Валерий Петрович, гласит именно то, что имеется в виду в греческом оригинале, а также на эту мысль, сейчас я скажу, какую, наталкивает сам контекст. если толковать данный текст, согласно этого перевода и говорить, что необходимы усилия для того, чтобы войти в Царство Небесное, тогда этот текст полностью противоречит всему своему контексту. Итак, у нас есть несколько слов. Первое. От дней же Иоанна Крестителя до ныне. Что говорит нам эта фраза? Эта фраза говорит о некоем определенном времени, да? Да, отрезок времени. Да. От дней же Иоанна Крестителя до ныне. Дальше. Силою берется. Нам нужно выяснить значение этого слова. Употребляющие. Второе. Это первое. Здесь второе. Усилие. Третье. восхищают. Чтобы понять все эти слова, нам нужно также изучить контекст. Но сначала займемся очень коротко, очень коротко значением этих слов. Почему же у нас в первую очередь переведено так, как переведено? Быстрее всего другого варианта не нахожу. И другие исследователи, серьезные исследователи писания не находят другого варианта, как сказать следующее. На перевод данного текста, почему именно эти слова здесь употреблены, повлияло богословие православной церкви, которые говорят совершай свое спасение. Совершать это значит поэтапно. Делай добрые дела, делай добрые дела, и может быть, в конце концов, ты обретешь уверенность, что ты будешь спасен. И вот здесь как раз эта идея отражается. И если не изучить, и это бытует в наших церквах из-за того, что мы не изучаем глубоко этот вопрос, нам необходимо посмотреть, как в значении данных слов, так и в контекст. Особенно контекст дает нам понимание на этот вопрос. Так вот, первое значение слова «силою», потом мы обратимся к этому вопросу, «силою» берется. Значение слова «силою» имеет несколько значений. Оно может иметь как положительное значение, так и негативное. Но исследователи греческого языка Нового Завета, большинство исследователей утверждает, что это слово, которое употребляется в греческом языке, вот здесь, переведенное у нас «силою», чаще всего употребляется в негативном смысле. Что оно означает? Это слово означает подвергаться жестокому насилию, быть угнетенным или страдать от проявления насилия или ворваться с силой или насильственно действовать. Контекст. Где в этот момент находится Иоанн Креститель? В темнице. Кто на него напал? Ирод. Что говорит Иоанн своим ученикам в начале главы? Пойдите, спросите его. Сомнения, как у обычного человека. Ты или тот, или ожидать нам другого? Иисус Христос дает ответ, что происходит. И потом, когда ученики Иоанна ушли, что говорит Иисус Христос об Иоанне? Один из тех, кто мы имеем здесь, один из стихов. И он говорит, одни же Иоанна Крестителя на Царство Божье пытаются напасть или проявить над ним насилие. Или переводчики здесь употребили слово не насилие, а усилие. Совершенно меняется значение. На самом деле, согласно контексту, контексту, он находится в темнице, и Иисус Христос объясняет, почему он там очутился. И говорит, одни же Иоанна Крестителя. То есть, с тех пор, как начал Иоанн Креститель проповедовать, а о чем он проповедовал? О Царстве Небесном. Потому что, если мы говорим, что одни же Иоанна Крестителя до ныне, вот этот временной отрезок времени, получается, что до этих пор, пока не пришел Христос, Царство Божье приобреталось усилием. Нужно было войти в Царство Божье своими усилиями, но контекст противоречит, это противоречит контексту, потому что он находится в темнице, как представитель Царства Небесного, он терпит насилие над собой. И поэтому Христос говорит, что с тех пор, как Иоанн Креститель начал проповедовать о Царстве Небесном, до ныне на Царство Божье пытаются напасть, совершить над ним насилие. И употребляющие усилия, употребляющие усилия, греческое слово биостай, буквально означает, речь идет о употребляющие, биостес, греческое слово употребляющие, то есть люди, которые совершают насилие над Царством Божьим, это имя существительное, которое означает, что человек совершает насилие и восхищает, что означает, слово означает, восхищает, буквально означает, пытаются его расхитить, расхитить вот значение этого слова силой уберется пытаются расхитить то есть если по-другому прочитать этот текст он будет звучать так одни же и она крестителя до ныне на царство небесное нападает нападают другими словами она подвергается угнетению и пример этому иоанн креститель который сейчас в темнице об этом говорит контекст и насильники расхищают царство небесное тем самым пытаясь причинить ему вред то есть как пытаются его расхитить проявляя насилие над иоанном который находится в этот момент темница контекст об этом говорит то есть о чем идет речь какой избрать вариант толкования вот этот или тот который мы имеем согласно контексту друзья открыт ответ кроется на самом деле в чем необходимо обратить внимание на значение слов необходимо внимание обратить на контекст фактор контекста и мы получаем понимание вот этого текста над царством небесным совершается насилие и употребляющие насилие расхищают его или пытаются расхитить его разорить его по-другому вот значение этого текста на такое толкование текста наталкивает нас сам контекст потому что если тогда читать этот текст как он записан он совершенно отрывается от самого контекста послушайте друзья не значит что мы теперь должны задать заглядальный перевод и все не читать библию существует такая опасность когда некоторые люди просто начинают сомневаться мы должны просто изучать слово божье и делать поспешных выводов почему потому что если мы начнем проповедовать а очень часто в наших баптистских церквах так и проповедуют к сожалению такое можно услышать что не приловишь усилие не спасешься было такое учение ложное в истории христианской церкви которое называлось пелагианство был такой пелагий который говорил мы не совсем испорченные поэтому для того чтобы попасть царство небесное ты должен приложить усилие тогда возникает вопрос а что мы не должны приложить усилие мы не можем спасти себя сами мы можем только принять спасение по вере по благодати спасение по благодати да господь ожидает от нас реакции мы сегодня говорили об этом то есть две стороны есть реакция наша ответственность и божье избрание все это работает у бога вместе но данный текст говорит совершенно об обратном бедные кальвинисты верно то есть да пытаются раскрыть его или или угнить приз привести к угнетению скажем так угнетают его и контекст говорит нам об этом потому что иоанн креститель он же сразу же сказал это после того как ему сообщили что ян в темнице и иоанн креститель пример этого что царство божье пытаются угнетать очень быстро как иоанн то победу покаяния мы покаялись но это не значит чтобы уже спасены потому что написано что бегут все наристалище и конце будет награда и значит что вам надо вот это всю нашу жизнь прилагать усилие чтобы нам не потерять мы в восхитим конце жизни нашей но что не сейчас вот мы покаялись даян преподает покаяния мы покаялись и мы должны прилагать усилия в жизни у нас уже есть спасение но 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 вы вырываетесь вы вырываете в этом случае из контекста этот текст и вы пошли до и ростра ирина в данном случае вы пошли слишком далеко в каком смысле помните вот эту нашу схемку первый круг исследуемый текст потом текст ближайший контекст дальний контекст потом контексте всего послания или евангелия потом контекст всего нового завета так вот вы сейчас пошли слишком далеко вы сейчас не учитываете контекст потому что потому что данный текст по определенной причине написан в контексте каких обстоятельств он написан что происходило кому сказал христос эти слова только только пришли к нему люди которые говорят что иоанн в темнице и он тоже говорит об явании продолжает эту мысль он находится в темнице и христос толкует из-за того что переводчики православной церкви а потому что синод руководил переводом не значит что теперь вообще мы не можем доверять повторяюсь есть несколько стихов которые не совсем точно переведены но это не влияет в целом но этот текст друзья мои на самом деле не говорит об усилии потому что эта мысль она верная что нужно теперь как пишет апостол петр во втором послании приложите все старание но здесь и близко этой идеи нет потому что то о чем говорит апостол петр он имеет своем контексте эти слова а в данном тексте вообще близко не идет речь об этом понимаете поэтому здесь вот почему говорю что у нас будут конфликт потому что мы привыкли чему-то толковать теперь вы должны вникнуть чтобы не просто моим словам поверить а теперь должны перелопатить все значение слов контекст раз сто перечитать этот стих и вы увидите что этот текст говорит как раз об этом но получится теперь на каждый стих будут сомнения потому что вдруг перевод неправильно не сомнения должны быть а вдруг нет нет не вдруг не кажется ни наверное не вдруг мы должны просто изучать и я а я поняла большая ученость до чего-то доводит боюсь даже признаться сколько лет я потерял друзья а если бы не было в свое время апологетов то мы с вами сегодня были бы святелями иголы если бы не было серьезно изучающих писание людей мы сегодня были бы с вами это в лучшем случае святелями игол язычниками темными все эти вопросы наоборот должны подвигнуть нас к серьезному изучению писания они каким-то из каким-то соблюдением традиций которые порой противоречат писанию и понятно что если ты привык скажем вот человек лежит на печке 20 лет разве легко ему будет слезть с печки правда тяжело будет это его весь мир это разрушает его мир в который он верил кстати если мы так толкуем этот текст и думаем что мне просто нужны какие-то усилия чтобы войти в царство небесное тогда у меня что-то не в порядке с благодатью с пониманием благодати спасение не по делам конкретно написанным валерий петрович цитирует этот текст не по делам чтобы никто не хвалился но этот стих не об этом говорит спасение по благодати и этот текст не говорит о том что это наставление было как у апостола петра этот стих говорит обе они крестители и христос объясняет что со дня с того момента как появился иоанн креститель на царство небесное о котором он проповедовал пошли нападки контекст 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 поэтому надо учиться чтобы разрушать свои сомнения не пребывать в сомнениях и ну все теперь все закрыл библию теперь все из одной крайности уйти в другую я понимаю друзья что это опасно преподавать такой курс потому что внутри у нас разрушаются наши стереотипы недавно я преподавал в одной семинарии другой курс подходит ко мне пастырь и говорят степан говорит ты разрушил все наши стереотипы то как мы себе представляли как нужно наставлять людей это оказывается совершенно не так просто пришел и сказал ему вот так делай вот так делай я говорю нет библия учит не так и теперь говорит нам нужно все это перестроить я не в шоке и меня к это учили потому что я неверно понимал и мне пришлось перестроить свое понимание подписание поэтому хочу ободрить вас и братья и сестры не останавливайтесь это хорошо когда руки опустились в каком смысле теперь нас можно учить а пока мы сидим вот так знаешь сколько у нас тут времени осталось 25 минут ну еще немного друзья смирение не убивайте его пожалуйста не кричите ему с зала контекст три раза я даже не знаю простите меня мне придется каяться вот как нам приблизиться еще к притче у нас осталось 25 конечно очень я вот думаю что делать у нас осталось еще две темы притчи какой следующей неделе в субботу я улетаю не ну у меня еще как есть там один день хорошо давайте пойдем 12 принцип практическое применение мы вообще-то очень много уже говорили о применении у вас это все прописано определение думаю что мы дойдем до притчи и друг на причем разберем как пример определение найти применение текста значит установить что он означает для нас сегодня мы уже поговорили что он означал для них а теперь что он означает для меня сегодня важность применения целью изучения библии является прославление бога посредством исполнения его воли но чтобы исполните его волю согласитесь братья и сестры что от начало нужно узнать совершенно верно Узнать его волю. А как мы можем узнать его волю? Через исследование Писания. Исследуя каждый день, точно ли это так, как говорил Павлюк. Поэтому не верьте ни одному моему слову, если об этом не говорит Писание. Писание, а не Павлюк или кто-нибудь другой. Писание. Поэтому перелопатьте этот текст, как только возможно. Переройте все, и вы дойдете до того, что здесь написано. Точнее, перефразировано уже, не то, что написано. Вот. Таких текстов всего несколько, которые не совсем точно переведены. Несколько. Их немного. Их немного. Итак, чтобы исполнить волю Божию, нужно ее изучать. И Яков говорит, что не только слушать, но и исполнять. Да? Блажен человек, который исполняет. 2 Тимофею 3,16 мы читали, еще раз прочитаем. Все Писание Богудухновенно и полезно. Для чего? Для научения, для обличения, для чего? Исправления. Это болезненный процесс. Он начинается с понимания текста. Потому что я привык себе. Сколько раз так можно услышать у нас в церквах, например. Ну, у меня такое толкование. У тебя такое толкование. Не, ну, может быть, в чем-то, если несущественном, там, может быть, и будет какое-то там представление. Но если это в вопросах основополагающих, спасения, тогда это серьезная проблема. Серьезная проблема. Значит, нам нужно изучать. И смотреть, что говорит Библия. Б. Уроки Библии были записаны не только для первоначальных читателей, но и для всех последующих поколений. Как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, все это были образы для нас. Или написано, а все, что написано, было написано что? Нам в наставлении. То есть, любой текст, который мы читаем, да, мы должны исследовать значение этого текста, но и принимать его как для себя, понимая, что из того, что там написано, я могу применить в моем культурном контексте. То есть, это не значит, что я должен скопировать о Мэтиенок, потому что Христос сам принцип там преподнес. Служить в смирении. Вот кто служитель. Он делает самую низкую работу. Он показал пример служителя, а не просто скопируй форму. Третье. Принципы применения текста. Современное применение Библии должно соответствовать первоначальному значению Слова Божьего. То есть, сначала, прежде чем применить текст, необходимо изучить, что оно означало для них. Что оно означало для них. Во-вторых, текст не может означать того, чего он не мог означать для автора и первых читателей. Текст не может иметь два значения. Он может иметь только одно значение. То есть, здесь не проходят, опять же, такие слова «кажется» или «наверное», или какие-то другие слова, синонимы. В-третьих, в случае, если первоначальное применение не может быть перенесено в настоящее время, нужно обнаружить в тексте богословские принципы, относящиеся к современному читателю, и затем найти их современное применение. Ну, например, «не вари козленка в молоке матери». Ну, уже, может быть, и не варим этих козлят, покупаем мясо в супермаркете там или где там. Ну, как бы, не имею дела прямо с таким же текстом, с таким событием, как это было описано так. Но какой богословский принцип должен быть? Богословский принцип – не должно быть ничего у тебя общего с этим миром. Как вот вчера мы читали. Как вчера мы читали. Хотя у нас осталось это еще домашним заданием, чтобы еще дальше исследовать, да, что же там имелось в виду и понять. Важно помнить, избегать необходимо двух крайностей. Во-первых, главное глубоко изучать текст, а применение придет как-нибудь само собой. Это крайность. То есть главное изучить. И вот мы такие академики умные, но никакой практики. Это очень опасно, потому что это делает нас такими духовными головастиками. Знаний много, теоретических, практических никаких. Следовательно, мы не знаем. Как апостол Иоанн сегодня мы читали, кто говорит, я познал его, но заповеди его, то есть нет практики, не исполняет, тот что? Тот лжец. И нет в нем истины. Во-вторых, другая крайность. Мы не должны тратить время на изучение текста, нужно больше говорить о применении. Или говорят часто еще такая фраза, нужно просто любить. И мы дойдем до того, что будем толерантными и будем женить и сочитывать иногда тех, кого Библия осуждает. Понимаете, о чем я, да? То есть, ну, мы живем в такое время, когда нам приходится встречаться с такими явлениями, как, например, однополые браки и так далее. Только любить. И вот я слышал очень часто эту фразу. Просто любить. А знание истины? Ну, любить просто надо. Нельзя любить по-настоящему, если ты не знаешь истины. Поэтому знание истины или проповедь истины должна идти обязательно рука об руку с любовью. Но нельзя любить и при этом не говорить истину или не изучать эту истину. Рекомендации для сбалансированного применения. Какие рекомендации? Например, мы должны убедиться, что применение подходит под толкование и отрывка. То есть, тема проповеди должна соответствовать призыву применению. Например, нельзя говорить об Израиле в пустыне и тут же призвать людей принять дар вечной жизни. То есть, поговорили мы о том, как Господь жалил змеями, например, умрешлял змеями израильский народ, и тут же после проповеди сказать, братья и сестры, Бог призывает вас покаяться. Понимаете, да? То есть, я рассказал историю, которая, по большому счету, напрямую, как бы не имеет отношения к моему призыву. А, или укусит змей, там, ну, мало ли что там, придумаю я. Если вы проповедуете из посланий, например, к Галатам, где апостол Павел писал о законе, который крадет радость спасения по благодати, то говорите о благодати. Тема посланий к филиппийцам, например, радость в Господе. Очень много говорится о радости в этом послании. Второе. Определите, что ожидалось от изначальной аудитории. Чего ожидал автор, когда он писал то или иное? Какой реакции? Проповедник, если он выходит проповедовать, и он не задает себе вопрос, или в группе, если мы проводим обучение, если мы не задаем себе вопрос, чего на самом деле я ожидаю, какой реакции, то, в принципе, как бы бессмысленность, бессмыслица некоторая получается. Чего я ожидаю от них? Чему я хочу их научить, и как я хочу, чтобы они отреагировали? Поэтому мы, когда изучаем Писание, например, мы должны посмотреть, а чего ожидал апостол Павел, когда писал послание к Коринфянам? Чего он ожидал от них? Например, когда он обличает в грехах покаяние. В-третьих, основывайте применение на том, что современная аудитория имеет общего с изначальной аудиторией. То есть есть какое-то сходство с тем состоянием, которое мы изучаем, допустим, в этой главе или в этом стихе? Допустим, люди в церкви ропщут. Мы можем найти тексты библейские, которые показывают нам не просто вопрос ропота, а причину ропота. И это нужно исследовать, потому что ропот – это следствие. Если мы просто будем говорить людям, не грешите, не ропщите, не ропщите, но ведь у ропота есть след, есть причина. Это нужно обнаружить. Например, какая причина у ропота? Неудовлетворение тем, что у меня есть. А почему я неудовлетворяюсь тем, что у меня есть? Потому что я неудовлетворен Богом и Его заповедями. Об этом нужно проповедовать, иначе мы будем проповедовать закон. Не грешите, не лгите, будьте трудолюбивыми, не будьте ленивыми, будьте дисциплинированы. Это все закон, 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 закон. Мы должны сначала показать причину, почему мы не дисциплинированы, почему мы ропщим, и только потом призвать, Не ропщите. В конце. Ну, это уже тема преподавания, скажем, гомилетики, но коротко об этом. Четвертый момент. Приметьте во внимание, как действие Бога отличалось в различных эпохах. Сначала рассмотрите принципы, очевидные в различных эпохах. Простите, четвертый момент. Вот мы сегодня говорили, как Бог действовал, например, в период Бытия, в книге Бытия. Как Бог действовал в израильском народе? Через пророков. Помните, как апостол Павел начинает свое послание к евреям? Помните? Бог многократно издревле, говоривший нам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. То есть, как Бог действовал? Видим вот эти периоды. То есть, нам нужно понять, в какой части Библии я нахожусь и как это применить из того, что там написано, применить к нашему времени. Четвертых, пятых. Сначала рассмотрите принципы, очевидные в тексте. Ну, вот чем мы и занимались. Какой принцип здесь апостол Иисус Христос, точнее, хотел передать? Он хотел показать, что люди, которые не принимали Слова Божьего, не принимали Иоанна Крестителя как представителя Царства Небесного, что делали с Царством Небесным? Нападали на Него. Какой принцип? Прими Божью, Божью весть. Во-первых, она была возвещена нам через Иоанна Крестителя, а теперь представитель Иисус Христос. Как Он сказал, Царство Божье среди вас есть, внутрь вас есть, точнее было бы перевести, среди вас есть. Оно уже здесь. Я представитель этого Царства, говорит буквально Христос. Шестое. Воспринимайте принцип как мост к применению. То есть, если есть какой-то заложенный принцип, вот простой пример. Не клади ничего перед слепым человеком. В Ветхом Завете есть такие слова, но я своими словами передал. Какой принцип здесь? Не делай ничего злого. Мы можем прочитать этот стих. Мы вначале говорили, что толкование отличается от применения. То есть, толкуется текст вот так, а применяется в нашем времени, не только перед слепым не клади ничего плохого, не делай, а и вообще никакому человеку не делай никакого зла. Вот этот принцип. Седьмое. Дайте ответ на следующие вопросы. Есть ли какой-то грех, которого нужно, например, избегать? Вот я задаю себе вопрос. Читаю этот текст. Есть ли здесь какой-то призыв? Если да, то какой именно? Во-первых. Во-вторых, нужно ли верить какому-то обетованию? Есть ли здесь какое-то обетование? Ну, например, читаем Ефесянам 6 глава, где написано, что дети, повинуйтесь родителям своим. Это первая заповедь с обетованием. Или, например, Христос говорит, «Прибудьте во мне и я в вас, и чего не пожелаете, будет вам, просите, и будет вам». Это обещание, потому что ты будешь желать того, чего угодно Господу, что угодно Господу. Следующий вопрос. Нужно ли следовать какому-то примеру? Подражать чему-то? Вот такие вопросы нужно задавать себе, когда мы читаем Слово Божие, говоря о применении. Дальше. Нужно ли в послушании следовать какому-то повелению? Есть ли какое-то условие здесь? Например, мы читаем 1 Иоанна 1,9. Именно к верующим, кстати, этот стих обращен. Именно к верующим. Если исповедуем грехи, то он что? Условие. Если исповедуем, то есть называем грех своим именем. Корень слова «исповедать» – «ведать». Не просто «Господи, в чем я согрешил» или «Согрешил, а ты меня прости». «Ведать». Конкретно назвать его. Что именно я делал? Если я у Михаила Павловича украл телефон, что я должен сказать? Что я должен сказать? Я вор. Я украл. Господи, прости, я вор. И вернуть ему телефон. Нужно ли в послушании следовать какому-то повелению? Да. Нужно ли избегать какого-то камня преткновения, скажем так? То есть, чтобы не стать соблазном для кого-то. И еще. Е. Есть ли в тексте какая-то молитва? Один из способов, кстати, улучшить свою молитвенную жизнь – это читать молитвы святых мужей. Например, когда в последний раз вы молились о ком-то так именно, чтобы Бог дал утвердиться ему ей. У нас, к сожалению, не хватило времени, чтобы исследовать этот текст, потому что там есть написаны такие слова, кажется, первая глава Ефесянам. Чтобы дал вам духа премудрости к откровению и познанию Бога. Там речь идет не о духе святом и не о нашем духе. Там речь идет о чем-то другом. Не о чем-то, а там речь идет об отношении. Слово «дух» буквально означает, чтобы дал вам такое отношение. Потому что вот такая фраза есть. Он сегодня не в духе. Что это значит? Он сегодня не в том состоянии. Другими словами апостол Павел говорит, «Господи, молю Тебя о том, чтобы дал вам и такое состояние». Вот об этом идет речь. Вот вам пример исследования значения слов. Поэтому в этом случае там речь идет не о духе святом и не о нашем духе. Он молится, чтобы он дал вам, молюсь о том, чтобы Бог вам дал такое отношение, такое состояние и продолжает дальше мысль. Вот об этом идет речь. «Полагайтесь на действие святого духа. Господи, благослови мне не только понимать слово Твое, но и применить силой Твоей понятые». Все эти вопросы помогут разработать библейское применение. Например, в послании Якова есть 54 повеления. Можете для себя потом найти эти 54 повеления. Жанры библейских книг, друзья, это очень просто, можно прочитать для себя. Все предельно ясно описано. Предельно ясно описано. И мы перейдем к теме. У нас еще немного времени есть. Толкование характерной особенности притч. Собственно, конечно, эта тема требует примерно 4-5 часов минимум. Вот почему я говорю, что за 20 часов это очень сложно нам осилить как бы. Но тем не менее, тем не менее, друзья, у вас есть инструменты. Итак, материал, тема называется «Характерные особенности притч». Первый момент, на который нужно обратить внимание. Материал для притч взят из повседневной жизни рассказчика или слушателей. То есть, что такое притча? Греческое слово «параболы» у вас ниже есть это в конспекте. «Параболы» означает взять и бросить рядом буквально значение. Переносное значение слова «параболы» означает то, что происходит в земной жизни, применить на практике в духовной. Взять отсюда и применить здесь, в духовной. Взять из земной жизни, применить здесь, в духовной. Притчи также характерны чем? Краткостью. Повторение отдельных фраз или слов. Например, «Хорошо, добрый и верный раб был мертв и ожил. Я согрешил против неба и пред тобою». Четвертый момент. Авторское применение в начале или в конце. То есть, Иисус Христос или Евангелист, например, сразу бывает, объясняет, почему Христос говорит эту притчу. Или объясняет после притчи, зачем Он ее сказал. На это нужно обращать внимание. Друзья, основная тема притч Христа, основная тема – это Царство Божие. А основная цель – призывать слушателей к выбору в преддверии Царства Божьего. Основная тема всех притч должна толковаться, все притчи должны толковаться в контексте темы Царства о Царстве Божьем. И основная цель, почему Он говорит эти притчи о Царстве Небесном, разными и разными вариантами предлагает их, по-разному их предлагает, является то, что Он призывает отреагировать на то, что Он предлагает. Очень важно, друзья мои, понимать, что ни в коем случае, вот это важно, то, что я скажу, ни в коем случае нельзя толковать притчу в отрыве от буквального текста. Никогда. Например, взять притчу о Богаче и Лазаре и столковать ее в отрыве от буквального текста. Что-то было написано до этого текста, буквальное, и что-то может быть написано после этого текста. Если на это не обратить внимания, то из притчи о Богаче и Лазаре мы можем вывести очень много неправильных идей. Например, что якобы верующие люди будут видеть, как мучаются там в аду неверующие, потому что там написано, отсюда к вам не переходят, хотящие отсюда к вам не перейдут и оттуда к нам не перейдут. Как будто кто-то из рая захочет перейти туда на время. Понимаете, да? Ни в коем случае нельзя толковать притчу в отрыве от буквального текста. Итак, определение притча. Сравнение, в котором вещи физического мира используются для иллюстрации духовного. Я уже это сказал. Важность притч. Первое. Они провозглашают идеи в привлекательной, выразительной и запоминающейся форме. То есть это было обычно для культурно-исторического контекста, еврейского контекста. Помните, что сделал Нафан, когда пришел к Давиду? Он не пришел к нему и не сказал, «Царь, ты такой-то». Потому что, может быть, он даже бы не договорил до конца. Или Давид бы просто не понял его, серьезно не понял бы его. Поэтому это на Востоке так делали. Кстати, на сегодняшний день, если почитать китайских философов, поэтов, они очень много. Особенно на Востоке говорят очень много притчами. Мы вообще люди Востока. Мы уже во многом стали западными людьми. А вообще-то мы объясняем многие вещи восточными понятиями. Примерами какими-то. Это делалось для того, чтобы в запоминающейся и выразительной, привлекательной форме. Во-вторых, они смягчают упрек или строгое предупреждение. Я уже привел пример относительно Давида. Помните, как Нафан повел себя? Он сказал, «Некоторый человек имел овечку и развил эту историю». А для чего? Чтобы вызвать реакцию. И он достоин смерти. И что говорит после этого Нафан? Ты тот человек. Это мудрый подход. Кстати, в общении друг с другом иногда мы можем так сказать притчу. Брат, вот ты знаешь, вот такая ситуация есть. А она непосредственно относится к нему. Что ты думаешь об этом? Конечно, не всегда будет положительной реакцией. И тем не менее, это такой мудрый подход. Так делал Христос, так делали пророки. Третье. Открыть истину слушателям, сокрыв ее от оппонентов. Помните, что написано? Что Христос, ученики говорят, зачем притчами говоришь? Почему притчами? Ну почему не объяснишь? Ясно. Парисеи иногда даже подходили. Ну скажи нам честно, ты ли сын Божий или нет? А он им не ответил. Не ответил. Он понимал, что если он видел их сердца, если он скажет им прямо, все равно не примут. Он скрывал, потому что в пророка Исаии есть написаны слова. Какие? Слухом услышите и не уразумеете. Глазами своими смотреть будете. И что? Не увидите. Потому что огрубело сердце народа сего. С трудом слышат. И глаза свои сомкнулись, чтобы не видеть. А дальше что написано? Да не узрят. И да и не увидят. И да и не обратятся, чтобы я исцелил их. Как так? Господи, разве ты не хочешь, чтобы они были спасены? Хочет, но он видит их ожесточенные сердца. Потому что Христос скрывал истину в притчах. А кто хотел знать истину, следовало за ним до конца. Для этого были притчи даны. Итак, почему Иисус говорил притчами? Основной метод обучения раввинов. Во-вторых, часто используется в Талмуде и других иудейских книгах. В-третьих, применялись во всех народах Древнего Востока. Вот есть несколько очень важных принципов толкования притч, друзья. Главная цель притчи – научить только одной идее. Некоторые толкователи, читая разную литературу, говорят, что иногда в притче может быть несколько идей. Несколько идей. Но, собственно, эти несколько идей должны быть подчинены только одной главной идее. Главной идеей. Сейчас мы посмотрим на одну притчу. Я поговорю об этих принципах, и мы разберем одну притчу. Толкуйте притчу, понимая, что ее земные детали означали для ее первых слушателей. То есть, а что это означало конкретно для них? В-третьих, толкуйте ее в свете цели, преследуемой повествователем. Почему он сказал эту притчу? Зачем? По какой причине он привел эту иллюстрацию? К примеру. Иначе, если мы вырвем эту иллюстрацию из контекста, обязательно истолкуем ее неверно через призму своего мировоззрения и культурного контекста. А что побудило рассказчика, то есть анализ ситуации? И закон финального акцента, применение в конце. Зачем он вообще об этом говорил? Четвертое. Не перестарайтесь при толковании мелких деталей. Мы сейчас разберем одну притчу. Пятое. Толкуйте притчу в контексте. Контекст, контекст, контекст. Вырвите из контекста, пойдете от бытия до откровения. Истолкуем неверно. И вы, и я. Контекст помогает понять, кто же наш ближний, например. Помните, Христос говорил? Ну, вот была ситуация. Побили одного человека. И самарянин проходил мимо. А перед ним священник и левит. Не помогли. Так кто же был ближний? Кто же этот ближний с точки зрения Христа? Тот, которого побили, или кто? Оказавший милость. Видите ли? Видите, что фарисей даже не сумел произнести слово самарянин. Почему? Потому что это разрушало все его стереотипы. Разрушало все его богословие. Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Он просто сказал, ну, оказавший милость. Он даже у него язык не повернулся сказать самарянин. Потому что это просто его разрушало абсолютно. Все его богословие. Так ближний в этом тексте, не тот, которого побили, а ближний, по какой причине и была приведена эта притча, это самарянин. Вот, говорит, иди и поступай так же. Вот этот ближний. Некоторые, например, считают, что значение этой притчи, ну, допустим, один из, почему-то его называют отцом церкви, я думаю, что это был совершенно неверующий человек, Ориген. Был вообще королем аллегорий. Он комментировал эту притчу так. Он говорил, что человек, которого избили разбойники, это Адам, разбойники и воры, это сатана и бесы, священник, это закон, главное здесь иметь нужную фантазию развитую, левит, это все пророки Ветхого Завета, добрый самарянин, это Иисус Христос, осел, тело Христа, гостиница, это церковь, двадинария, это отец и сын, фраза я вернусь, второе пришествие Иисуса Христа. Итак, согласно Оригену, это описание всего искупительного плана от начала и до конца. Но на самом деле автор не и говорит об этом. Даже близко нет такой идеи. Шестое. Не переносите механически духовного значения деталей из одной притчи в другую. То есть, раз, например, в одной притче, например, встречается слово «сеятель», значит, это слово «сеятель» то же самое означает и в другой притче. Нет. В одном случае это «сеятель» может быть человек, а в другом случае в другой притче «сеятель» это сын Божий. То есть, одно и то же самое понятие, но разное значение в разных контекстах, как слово «помазанных» мы говорили, да? Или «помазанных» или какое-либо другое слово. Нужно смотреть по контексту. Например, в послании Писананкиица мы читаем такие слова. «Бесчинных» вразумляете, «слабых» поддерживаете, «молодушных» что? Утешайте. В этом контексте слово «вразумляете бесчинных» означает «своевольных». В другом контексте слово «бесчинных» имеет совершенно другое значение. И здесь нам поможет только оригинальный текст понять, какое именно значение. Поэтому не закрывайте Библию, ну все, перечитать ее не буду. А наоборот, докапывайтесь до истины. Не по этой ли причине мы учили притчи 2.1.6. Помните? Ищи ее, исследуй, докапывайся другими словами. Седьмой момент. Ищите кульминацию. Кульминацию. В каждой притче есть кульминация. Например, какая кульминация в притче «Как принято нам и понимать о блудном сыне?» Как начинается, откройте Евангелие от Луки, 15 глава. Посмотрите, пожалуйста, на первых три стиха. Как начинается притча, как начинается повествование здесь? Что говорит Евангелист Лука? Евангелие от Луки, 15 глава. Первых три стиха. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Там три или два стиха. «И упрекали Христа, говоря что? Он что делает? Он принимает грешников. И еще что? И кушает с мытарями, с этими предателями израильского народа, которые работали на римлян. Но Он, читаем, что? Сказал им следующую притчу». И там три притчи. Практически все три притчи на одну тему. Некоторые толкователи говорят, что есть там несколько главных идей. Во всех трех притчах встречается фраза «Порадуйтесь со мной». Кому адресовал эти притчи Иисус Христос? Верно? Фарисеям. Как они радовались покаянию грешников? Они вообще никак не радовались. А что Христос самая главная мысль в этих притчах? Что Он хочет показать? Посмотрите, как радуется. В первом случае кто? Потерявший свою овечку. Во втором случае Драхму. И в третьем случае Отец. Так о чем главная идея? Какая? Христос хочет показать. Посмотрите, как радуется Отец Мой. На фоне пастуха, потерявшего овечку и нашел ее. На фоне женщины, которая потеряла Драхму. И на примере женщины. На примере этой иллюстрации. Женщины, которая потеряла Драхму и нашла ее. И на примере отца, который имел сыновей двоих. Один ушел, другой вернулся. И Он сказал эту притчу. Эту притчу сказал фарисеям. Посмотрите. Взгляните на то, кто такой Отец Мой. И вас зову. И Он в этой притче сказал. И о них. Что сказал? Отец вышел. Что делал? Звал. Сын говорит. Разве ты не знаешь, что все мое, твое. Поэтому какая главная идея в этой притче? Любовь Бога, милосердие Бога, радость и торжество со стороны Бога о кающихся грешниках. Эта притча не о блудных сыновях. Мы смещаем акцент. Потому что тогда мы не понимаем, зачем тогда Он вообще ее сказал. Потому что фарисеи упрекнули Христа. Вот ты кто такой. Вот смотри, кто ты такой. Смотри, с кем ты там общаешься. А Он говорит. Я вам расскажу про Отца. Вот какой Он. Буквальный текст. Который следует до притчи или который следует после притчи. На это нужно обратить внимание. Иначе истолкуем текст неверно. Если мы построим еще и проповедь, например, на притче о блудном сыне, тогда эта проповедь будет оторвана от буквального текста. И мы ее истолкуем неверно. Мы заставим текст говорить не то, что имел в виду на самом деле евангелист Лука. Мы как бы отодвинем в сторону причину рассказывания этой притчи. А причина заключается в том, что Христа упрекали. И показывали, смотри, какой ты, мол, с их понимания, со стороны понимания, со стороны фарисеев. Кульминация в чем здесь? Какая кульминация, например, если говорить о наших принципах? Кульминация. Нашел. Нашел. Потерянную овечку. Нашла. Потерянную драхму. Вернулся. Кто? Сын. Кульминация. Кульминация. Смотрите, как отец. Он бежит навстречу. Вот как мой отец. Как Христос говорит, я пришел спасти, взыскать и спасти погибшие. Отец бежит навстречу. Это кульминация. По закону он должен был его побить камнями. Это не вкладывалось в ум фарисеев. И он показывает, смотрите, как действует мой отец. Вот кто я. Вот так я действую. А вы не имеете никакой радости. Поэтому главная идея, это радость, это любовь, это милосердие отца к тем, кто погибает. Взгляните, как он к ним относится. В отличие от вас. Применение. О чем мы должны проповедовать? Применение, братья и сестры. Как же мы должны радоваться, когда кто-то обратился к Богу. А потом заботиться об этом человеке. Заботиться. Радоваться. Торжествовать. Больше на небе радости о ком? Небеса. Представляете, ангелы там, я не знаю, танцуют они там или как. Ну, радуются. Радуются. Еще один грешник спасен. Вырван из ада. Восьмое. Доктринальное учение, выведенное из притч, должно подтверждаться дидактическими текстами Писания. Ну, объясню, что такое дидактика. Это учение. То есть, другими словами, подтверждается учениями, которые есть в тексте Писания. Должно подтверждаться дидактическими текстами Писания. То есть, если мы выводим какое-то учение, ну, допустим, мы говорим, вот я уже приводил этот пример, что якобы некоторые считают между, так написано, так написано, что будут видеть, как мучаются те там в аду. Так написано, что пропасть существует. Минуточку. Мы не имеем права толковать Писание, притчу точнее, в отрыве от буквального текста. Во-вторых, мы не находим ни единого стиха, подтверждающего эту точку зрения. Потому что мы основываем учение не на притчах, это всего лишь иллюстрации. Мы основим учение на буквальных текстах, а иллюстрации передают определенную идею, подтверждая буквальные тексты. Иллюстрация – это всего лишь иллюстрация, но ее нужно понять в контексте буквальных текстов. Поэтому ни в коем случае, никогда нельзя просто прочитать одну текст, одну притчу и на ней начать толковать, учение выводить конкретное. Ни в коем случае. Я приведу сейчас еще один пример. И девятое – толкуете притчи Иисуса в свете Его учения о Царстве Божьем. Вот конкретный пример, братья и сестры. Конкретный пример. Евангелие от Матфея, 25 глава. Достаточно известная притча. Евангелие от Матфея, 25 глава. Я знаю, друзья, что наше время вышло. Давайте хотя бы еще 10 минут. Хотя бы 10 минут, и мы закончим. Достаточно известная притча. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И 13 стих. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, что же хотел сказать Евангелист Матфей, или Иисус Христос, точнее, когда привел в пример эту иллюстрацию, эту притчу? Существует множество различных толкований, вырванных или основанных на вырывании из контекста. Прежде чем понять значение данной притчи, необходимо понять культурно-исторический контекст. Что это значило, то, что там происходило в этой притче для первых читателей. Это было реально, вот так происходило. Ждали жениха со светильниками, он мог замедлить, ждали, ждали, ждали. И люди должны были бодрствовать. Мы говорили о том, что мы не должны обращать внимание, или должны иметь осторожность обращать внимание на мелкие детали. Ну, например, что такое, задают иногда вопросы такие, что такое полночь? Например, один проповедник говорил, что братья и сестры, здесь написано, что все уснули. Братья и сестры, тут написано, все уснули. Ну, как бы применение такое получается, ну, что вы еще тут бодрствуете? Написано, что все уснули? Написано. Все по Писанию. Все уснули. Действительно ли автор хотел это сказать? Еще, например, говорят так, что такое масло? Помазание. Одни говорят, Дух Святой, другие говорят, вера. Третьи говорят, дела и очень много различных других толкований. Любовь, например. Ну, тогда получается, что они пошли куда-то там, нашли любовь, дела, добрые дела, Дух Святой, веру. Потом пришли, двери уже закрыты, они стучат, им говорят, мы уже вас не знаем. Понимаете, тут проблем много с таким толкованием. А что же на самом деле хотел Христос сказать? Кроме культурно-исторического контекста, который мы должны изучить для толкования данной притчи, нам необходимо посмотреть, а что было написано до этой притчи. Заметьте, каким словом начинается 25 глава. Тогда будет подобно. Собственно, это продолжение мысли. Нам нужно посмотреть не только в культурно-исторический контекст. Нам нужно исследовать литературный контекст. Он начинается в начале главы 24. Вот почему мы говорили, что когда мы изучаем Писание, нам нужно забыть о существовании глав и стихов. Потому что мысль может начаться в одной главе и продолжится, или закончится во второй или третьей главе. Первая закончится в третьей. И Иисус Христос говорит о Своем втором пришествии. И много примеров приводит. Я хочу обратить ваше внимание всего на несколько из них. Коротко. 36 стих. Посмотрите. 35 и 36 ниже. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как...» Отмечайте синонимы. Во дни Ноя. Ибо как во дни перед потопом ели, пили и женились, и выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и 39 стих, что написано? И не думали. Отметили для себя, пожалуйста. «Пока не пришел потоп и не стебил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Дальше. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. И так...» 42 стих. «Бодрствуйте». Вывод. Видите? Иллюстрация. Вывод. Иллюстрация. Вывод. Это цикличное мышление. Цикличное мышление. «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, следующая притча. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то что бы делал? Бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». 44 стих. «Потому и вы будьте что? Готовы». О чем он говорит все время? О чем он говорит? Какую идею он провозглашает здесь? Ну? «Бодрствуйте». «Готовиться». Об одном и том же. Разными словами. Об одном и том же. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете». Что здесь написано? «Не думаете, не бодрствуйте, не готовитесь». Еще один синоним. «Кто же верный раб и благоразумный раб? Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Нескоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатово в день, в который он не ожидает». Еще один синоним. И что? «Не думает». «И рассечет его и подвергнет о его одной участи с лицемерами, там будет плач и скажет зупов. Тогда подобно будет Царство Небесное». Продолжение мысли. Не закончилась мысль. Вот почему вообще нужно забыть о существовании глав, вообще о них забыть. и существовании стихов. Они помогают нам только найти текст. Больше ни в чем они нам не помогают. Они надо заводить нас в заблуждение, потому что мы думаем, если началась глава, значит, началась новая мысль. А мысль может идти через несколько стихов, через несколько глав. Так о чем же хотел Христос сказать? 13 стих 25 главы. Итак, все, что я хочу вам сказать всеми этими иллюстрациями, не о Духе Святом, не о вере, не о добрых делах, бодрствуй, жди его. Вот о чем я хотел сказать. Притча о десяти девах. Потому что если мы идем, так, кто эти пять мудрых? А, пять мудрых, некоторые считают это церковь, пять неразумных, или очень далеко уходим. И потом ищем какие-то, еще могут быть какие-то, может быть, даже ссылки, не всегда они нам помогут. И какие-то аналогии ищем. А, встретили какое-то новое слово. Ага, светильники. Ага, масло. А что такое масло? Неправильные вопросы задаем. А масло это символ чего? А Дух Святой? Здесь речь не идет о Духе Святом. Здесь нет намека на Дух Святой. Здесь есть свой контекст. Свой контекст. И иногда, когда мы привыкли к какому-то толкованию, которому верили, может быть, много лет, нам сложно в это поверить, но не потому, что текст не говорит об этом, а потому, что мы не хотим разрушить нашу систему мышления. Нашу систему мышления нужно подчинить системе Писания. Поэтому мы только в начале пути. Да, итак, почему же всем этим мы занимались, друзья мои? 91-я страница. Когда уставом ты своим меня научишь, тогда уста мои произнесут хвалу. Какой же экзамен для всех вас, братья и сестры? Очень простой и одновременно сложный. Начните перечитывать несколько раз материал. 2, 3, 4, 5 и начните применять то, что вы изучили. Скажу так, друзья, что будут ошибки. Я иногда ошибаюсь. Но мы в процессе. Вопрос не в совершенстве. Вопрос в чем? В направлении к совершенству. Вот этот экзамен. Да, можно было бы, в принципе, дать вам экзамен каверзными вопросами, завести вас в заблуждение. Не будет правильным. Я понимаю, что не так много времени у нас было, чтобы столь серьезный предмет изучать так быстро. Конспект остается у вас. Начните применять теперь, братья и сестры. Одно пожелание. Начните обучать этому других. Только не выливайте на них весь конспект. По чуть-чуть. Порциями. Дабы не поперкнуться. Начиная с жен. Ну, конечно, еще нужно нам учиться так же тому, чтобы с любовью это делать. Не говорите... Кстати, если кого-то, может быть, я из вас обидел, может быть, я сказал иногда грецко, я не знаю, я приношу свои извинения. Если кто-то обиделся, можете подойти ко мне. Я попрошу у вас личное извинение. Мы все в процессе, друзья мои. Мы все в процессе. И пусть Бог благословит, чтобы то, что мы изучали, это станет хорошей возможностью дальше продолжать вникать в Слово Божье, в свои сердца, чтобы мы не были легкомысленными, чтобы Господь сделал нас хорошими сосудами для других людей. И все ради одной цели, ради Божьей славы, братья и сестры. Благодарю Бога за это время, которое я имел вместе с вами еще раз и еще раз вникать. Я тоже учился, потому что мне приходилось еще раз и еще раз по новой изучать. И это не остановка. Еще есть некоторые вопросы, над которыми я дальше буду тоже размышлять, изучать их вместе. И вдруг, если я в чем-то оказался неправ, напишите мне, аргументируйте это библейски. И я принесу свои извинения, если это было не так. Спасибо. Откровение у меня, если будет. Откровение, уже все сказано. Михаил Павлович. Все откровение уже сказано. Все откровение заложено. Теперь только нужно взять инструменты, которые мы имеем, и применить на практике. Спасибо за ваше терпение. Пусть Господь благословит вас. Я еще буду неделю здесь в Сакраменто, и потом я улетаю на несколько дней в Ванкувер к своему другу и потом домой. Молитесь о моем служении тоже, пожалуйста, о нашей церкви, о моей семье. Эта осень была для меня очень сложной, загруженной, и семья видела меня, как солнце в Якутии. Не часто его можно там увидеть. Молитесь, пожалуйста, очень нуждаюсь в ваших молитвах. Молюсь о команде тоже в России, чтобы то служение, которым я непосредственно больше всего занимаюсь, это, это, я редко преподаю этот курс, я больше занимаюсь библейским наставничеством. Мы обучаем пастырей и лидеров, как на основании Писания наставлять людей. Но без этого нельзя обойтись, без герминевтики. Поэтому пусть Бог благословит вас. Вспоминайте нас в молитве, а мы будем молиться о вас. Спасибо. Ну, я думаю, братья и сестры, что мы со своей стороны тоже прежде всего благодарим Господа, потому что действительно Бог нам давал и жизнь, Бог нам давал и возможности всем быть здесь, учиться. Слава Богу за то, что нам позволил вот и на прошлой неделе, на этой неделе учиться всему тому, чему мы учились. Кто-то еще раз вот в чем-то, может быть, утвердился в каких-то своих вот знаниях, откровениях. Кто-то в чем-то, может быть, усомнился, но, как уже было сказано, все для того, чтобы нам еще больше и больше изучать Слово Господнее и находить в нем радость и утешение, пищу духовную и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, большая благодарность Степану Михайловичу, что он был с нами, что он трудился, и это очень-очень непростое дело, братья мои и сестры, я думаю, братья-проповедники немножко больше понимают. Вот, это очень непростой труд, поэтому тоже, слава Богу, что Степан Михайлович трудился, я думаю, много для нас вот тоже сказал таких интересных, важных, насущных мыслей, Бог говорил через него, так что не забывайте о том, что на этом учеба наша не заканчивается, эти записи будут они в интернете, уже часть есть, еще будет на нашем сайте все оставшееся, так что, как было сказано, но хотя бы мы несколько раз, если это пройдем, так сначала до конца, еще раз слушая, где-то в записи когда-то эти семинары вместе с конспектом, то это для нас только будет в помощь и больше еще благословения, так что сердечно благодарим вас, Степан Михайлович, вот, ну и надеемся, что если даст Бог жизни, может мы еще когда-то увидимся, вот, ну, если это на то будет воля Божья, если будет вот наше где-то согласие, потому что все в Божьих руках, поэтому будем жить, будем видеть, как оно, что будет дальше, священная благодарность, ну и, конечно же, будем молиться о вас, что Бог укреплял и ваши силы, и ваши нужды все восполнял, всегда что осталось нам, наверное, закончить с молитвой наше занятие сегодня, нашу учебу на сегодняшний день, помолимся, кто-то, может быть, желает помолиться из присутствующих, пожалуйста, помолитесь и затем, потом я помолюсь в конце. Умение. И я хочу тоже благодарить Тебя, Господь, за огромную милость Твою и любовь и за эту очередную возможность вместе с моими братьями и сестрами изучать Слово Твое. Господь, если что-то с моей стороны было не совсем ясно и верно сказано, дай мне это увидеть, понимать, иметь достаточно смирения, чтобы признавать какие-то свои ошибки и всем сердцем желать познавать Тебя через Слово Твое, толкуя его верно. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер и за то, что Ты через них учил меня. Я благодарю Тебя, Господи, за эту прекрасную возможность. Благослови, Господь, применять те знания, которые Ты нам даешь на практике, чтобы мы исполняли Твою волю ради славы Твоей, Господь, где бы мы ни находились, чтобы мы жили для Тебя, для Твоих целей. Благослови моих братьев и сестер, живущих здесь, в этой стране, чтобы и здешняя церковь, служители, и все братья и сестры, они исполняли Твою волю, и чтобы многие люди еще из разных национальностей обратились к Тебе и познали Тебя, Господи. Благослови. Благослови их здесь, благослови меня там, где я живу, где нахожусь, где пребываю, в различных местах, чтобы и моя жизнь была прославлением Твоему имени. Господи, мы молимся Тебе об этом. Ради славы Твоей, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, еще раз принес сердечную благодарность от всех нас за это время, когда мы могли все вместе учиться. учиться из Твоего Слова, учиться тому, что Ты действительно великий Бог. Ты Бог непревзойденный, Ты Бог Царь Царей, Господь Господствующих. Ты Бог, Который создал все, видимое и невидимое. И вместе с тем, Бог, Который любишь нас, Который простил нас, оправдал нас, Который садил нас своими детьми, Который оставил свое Святое Слово, и Который хочет, чтобы мы жили, руководствуясь всегда и во всем Твоим Словом. И мы, Господи, познав Тебя, хотим жить и поступать так, чтобы во всем угождать Тебе, чтобы во всем доставлять Тебе радость, чтобы быть исполнителями, верными исполнителями Твоего Слова. Поэтому нуждаемся, прежде всего, каждый для себя в правильном понимании Твоего Слова, в правильном толковании его и в правильном применении, в правильном свидетельстве другим людям. Поэтому, Господи, вот все то, что мы слышали, дай нам запомнить, дай нам, Господи, не забыть и помоги, Господи, еще и еще дальше учиться, как нам лучше познавать Тебя, как нам лучше познавать Твое Слово, как нам лучше исполнять его, так, чтобы еще больше доставлять Тебе радости, так, чтобы еще большая хвала Тебе была Богу нашему, Господу нашему и Спасителю, Иисусу Христу, Богу Отцу. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил всю нашу церковь, чтобы Ты благословил, как всех нас, кто был присутствовал на этих занятиях, учился, так и тех наших братьев и сестер, кто еще будет смотреть записи эти уроки. Кто-то, может быть, параллельно смотрел. Боже, благослови всех нас, всю нашу церковь, чтобы мы были церковью евангельской, церковью, исполняющей Твои слова все, были церковью миссионерской, были бы церковью Господи, исполняющей предназначения здесь, на этом месте, в этом городе, и везде, где мы можем и должны жить, трудясь для Тебя. Еще раз прошу Тебя о том, чтобы Слово Твое, чтобы Ты, Бог наш, у всех нас были на первом месте, чтобы мы любили и находили радость и утешение, и руководство, и мудрость, и все остальное в Твоем Слове, прежде всего, Господь. Дай нам для этого понимание и старание, и желание жить так, чтобы это было все практически в нашей жизни. Особо благодарна за нашего брата Степана Михайловича, за его труд, служение, посвящение, за то, что он вместе с нами мог провести, усердно трудясь в нашей церкви, для того, чтобы донести до нас вот эти важные все уроки. Поэтому благослови брата нашего, восполни его все и силы, и духовные, и физические, дай ему здоровья крепкого, и духовного, и физического, и мудрости свыше, и больше ведения от Тебя. Благослови его в дальнейшем труде, в служении, в исполнении вот того, что Ты предназначил для него. Поэтому дай всего необходимо, снабди всем необходимым, духовным, материальным, благослови всем необходимым для дальнейшей жизни и еще дальнейшее пребывание здесь и возвращение в свое время домой. Благослови семью нашего брата, супругу, детей, благослови церкви, благослови Господи. Всю дальнейшую жизнь брата нашего, его семью, церковью благослови. Пусть Твои благословения будут всегда и над ним, над его родными и близкими, как и над всеми нами. Сейчас просим Тебя, чтобы Ты благословил нас миром, прибыть, отправиться в наши дома, и если позволишь нам в день завтрашний снова вместе собраться в церковь, дай нам для этого и желание, и возможность. Сейчас еще раз поклоняемся и благодарим и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.